Всем здравствуйте! Меня зовут Илья, мой никнейм господин Дейдара. И у меня для вас было две новости, но вторая сбежала, поэтому одна. Новость следующая. Мы смотрим восьмую игру турнира Мясорубка по спортивной мафии на канале Мафия с Левшой. Это значит, что мы перевалили вместе с игроками через экватор турнира. Мы смотрим второй день, первую игру. Как внимательный зритель может заметить, некоторых игроков отпустили домой переодеться после первого дня, и это прекрасно. Поскольку отпускали не всех, то в качестве поддержки я тоже провожу разбор в одежде с предыдущего разбора. Провожу разбор в одежде с предыдущего разбора. Слова вот не хватало. Теперь же разбор еще будет слово. Так. Всем здрасте. Да, да, здрасте. Всем просьба следующая. Я не просил никогда, почему-то даже не задумывался. Возможно, есть люди с сильной духом и волей, которые смотрят со мной или без меня, но потом со мной смотрят так же, с закрытыми ролями, как и я. И которые не знают черных до какого-то момента. Может быть, до конца игры, может быть, до круга предевятерых. Если вы такие смелые и сильные, напишите, пожалуйста, в комменты и напишите свой ЛХ, будет интересно почитать. Посоревнуемся, кто больше красных записал, кто больше черных. Если вы смотрите с открытыми ролями, не пишите лучший ход, пожалуйста, чтобы не споверить. Если вы смотрите с открытыми ролями, но вы уникум, и вы все равно каким-то образом приходите к тому, что вы не записываете полный лучший ход, 3 из 3, то напишите и напишите, почему. Будет интересно почитать. Let's go, стартанем. Да, доброе утро, город. В пользу случаем хочу передать привет любимому клубу. А, нет, стоп, подождите. Мафия Климс. Когда был черный. Или Техас Плимс, наконец-то. Привет, пока отменяются, ребят, извините. Ну что, я вот хотел попасть на эту передачу, но я пока себя ощущаю не на мафии с левшой, а знаете, вот, когда красную достаешь, как будто на форт Бояр, а когда черную достаешь, как будто на форт Бояр попал, и там вот это золото сыпется в конце, да, вот эти красные, они вот, когда ты черный, вот прям золото им сыпется, они на тебя пытаются набить. Но когда достаешь красную, ты с фортом Бояр перемещаешься, вот, ну, не знаю, ну, мне кажется, в лучшем случае на поле чудес, или даже, наверное, ближе на какую-то «Угадай мелодию». Вот, угадай мелодию. И все, что мы можем угадать, это yesterday, в последний день вчера. Поэтому у меня призыв простой. Ребят, давайте играть в черных людей. В черных людей давайте играть. Я красный, граница на замке. К черному у меня простой призыв. Ребята, в трансформеры соберитесь и промахнитесь. Спасибо. Игром фонт. Господин Тихий Заказ, шикарная речь. Единственная логика, я вообще не понял. Допустим, когда вы тащите черную, это Форт Боярд. Когда тащите красную, это поле чудес. Я думал, что будет подвязка к тому, что вы достали красную карту сейчас. И давайте Форт Боярд будет сейчас для вас. Вместе с другими красными. А вы сказали, давайте играть в черных. Не было какого-то логического завершения вот этого прикольного, прикольной метафоры в начале. И в конце тоже хотел к чему-то придраться, но что-то выпало из головы. В черных людей давайте играть. Я красный, граница на замке. В черном у меня простой призыв. Ребята, в трансформеры соберитесь и промахнитесь. Спасибо. Не понял. Ну да ладно. Я вспомнил, как Пауэрренджеры собирались тоже в одного такого здорового и побеждали. Я думал, что что-то похожее будет в речи Тихого Заката, когда я отматывал на начало, чтобы не смотреть роли. Я услышал край муха про трансформеры. Я подумал, может Пауэренджер что-то. Блин, но речь прикольная. Я не знаю, только господин Тихий Закат заготавливал ли ее заранее. Знал ли он заранее, что он на первом слоте будет. Как будто речь очень сложная для того, чтобы ее придумать ночью. Поэтому, скорее всего, была заготовка. То, что подвяза не было, я не понял. Но я сторонник того, чтобы играть с игроком, если он постарался. Хоть и был вот этот нюанс. Я не понял. Подвяза не было, как для меня. В начале он говорил про черных. Когда он черный достает, это Форд Боярд для красных. Когда он красный достает, это Поле Чудес. И мне было подвязано, что я сейчас достал красную карту. Давайте будет Форд Боярд со мной. Я буду принимать участие в этом вытаскивании золота. Но это не сильный момент, за который прямо чернять надо. Поэтому пока аккуратно играю с первым игроком до Папи-ла. Игрок под номером 2, господин Артик, ваша минута. Как доброго-то город, выставляю один. Какие итоги? Передаю привет господину Кастер Трою, у которого день рождения было недавно. Вот, надеюсь, что ему приятно посмотрят игру. Мне, кстати, Артик здорово поздравил в комментариях к одному из предыдущих выпусков. Сами ищите, к какому. И комплимент сделал, что разбор ему понравился. Родина рождения была недавно. Вот, надеюсь, что ему приятно будет посмотреть игру. А еще, пользуясь случаем, спасибо госпоже Духлеса, госпоже Бамбусе, за то, что с вашей помощью я свой даре провел на хэллоуинской мафии. Я жестко кайфанул. Вот именно такой привет. У меня когда-то была речь, на первом слоте, вот я выбирал себе стол, вот если я вот после там определенных событий попаду в ад, вот, если вот меня заставят в аду играть в мафию, например, какие-то в вечность, вот в один столовый киплет. Вот, у меня была речь, я вспомнил про Кастер Троя, моего любимого, вот, про Иссовульчика, естественно, я вспомнил. Это ты, что ты там, ты там не в твоей очереди. Это супер речь. Кадры, которые меня больше бесят, чем ты даже, прикинь, вообще. Вот. Блин, блин, какая топовая, я никогда так, я угораю, но, короче, молча, у меня такое бывает. И когда я угораю молча, тихо угораю про себя, это значит, что это просто невероятно мне заходит, какая-то шутка. Очень круто, супер, в зубы играю, но на ноль, жестко окраснеть не хочу, но прям вообще обалденно. Очень крутой текст. Это он вспомнил, передаю привет. Так, по игроку номер один. Блин, как круто. Короче, блин, я, короче, я очень хотел, чтобы ты был красным, вот, я хотел слушать твою речь внимательно найти твой цвет, но то, как ты говорил, мне кажется, ты мог бы лучше поговорить. Но это плохой аргумент, что ты черный, поэтому просто эти надо передать. Блин, Артик просто один в один почти повторил мои мысли, понятно, у меня более детально было, но у меня есть больше минуты времени, поэтому я играю с два, во-первых, речь шикарнейшая, текст просто пушка, и по ТЗ примерно то же самое, что и я сказал. Поэтому играю с два, не против один. Один, один, один тихий закат, тоже классная речь, ну блин, у Артика просто бомба, я офигел. У меня игрок по номерам три, господин Юсоул, минута. Доброе утро, леди, доброе утро, джентльмен. Блин, выспешившие все-все, да, походу? Хочу вам сказать, дорогие зрители, что после страшного инцидента, который произошел после седьмой игры, к сожалению, лицо Артика было немного ухудшено, как лицо со шрамом. Прошу вас извинения за это. Не хотел, чтобы так было. У Артик, я тоже хочу попросить извинения, прости меня. Оставляю игроков 1 и 2. А продолжение вы, кстати, можете посмотреть на бусте. По игроку под номером 1, откровенно говоря, когда он в конце сказал, что хочет, чтобы черные собрались в трансформеры и промазали, для меня это звучало неискренне. Не говорю, что один черный, просто казалось, что искренности в этом мало, не знаю почему так. Казалось по 2, вот, сердечком красный, но сердечко чувствую не на месте у меня почему-то. Не знаю почему-то. Ну, за обращение к игроку под номером 1, что ночью хотел, чтобы он был красным, но для меня лично это больше по красным. У вас? Потом 2, пока я краснее, чем в игроке в 1. 3, мя, игрок под номером 4, господин Кристо. 2, 3, 1. Не хотел, чтобы мы были вместе красные. Почему? Человек это. Так, я играю только с 1, 2, 3, 3, подозрительные. И про то, что я хотел, чтобы мы были вместе красные, это просто шутка была. То есть, видите, это как аргумент. У 3 стороны аргумент по 2. То есть, если 2 сказал, что просто хотелось ему, чтобы 1 был красным, из-за этого 2 считать красным странный аргумент, поэтому подозрительные 3. У 2 просто непонятная для меня речь, она серая, а у 1 речь хорошая и продуманная, поэтому хочу сыграть с игроком номер 1. Так, и пока я сижу на 4 номере, я не помню, какая у меня там дальше рассадка, есть ли у меня какие-то более ранние номера. Вот, передаю привет всей ступлиге, всем игрокам, которые будут смотреть и болеть конкретно за меня на этом турнире. Пока не супер идет, но, надеюсь, я еще реабилитируюсь и покажу нормальный. Ну, пока я играю с игроком номер 1, на 2, 3 и 3, подождите, сейчас игрок номер 2. Спасибо. Кристо привел как аргумент, почему он играет с 1, то, что речь продуманная была. Речь была продуманная. Не допускаю, что это заготовка. Я не могу комментировать, потому что я не знаю условия, при которых игроки в турнире участвовали. Знали ли они заранее рассадку, сколько времени было между тем, как Тихий Закат узнал, что он за первым слотом и началом игры, сколько времени раздавали карты. Вообще здесь долго, достаточно раздают карты, плюс еще есть свободная посадка, поэтому у меня нет сведений, чтобы оценивать именно качество речи Тихого Заката и понимать, он заготовил это ночью, ну, придумал это ночью и структурировал это, как подал, либо заранее. Я, сидя за столом, в любом случае спросил бы, потому что если Тихий Закат сказал бы, я заготовил заранее, все, у меня не было вопросов, вряд ли он обманул, вряд ли он думал ночью и скажет, что он заготавливал заранее. Мне не подходит позиция 4. Мне речь 2 больше понравилась. То, что в 2-3 у него акценты, второй краснее, третий потемнее, да, есть такое. Считаю ли я 4 черным? Пока нет, но не играю, допускаю, что он мог красным так думать. 2-3-1 не против 4, не хочется ругаться, прикольная реча у всех почти. Номерам 5, Архи, ваша манитон. Блин, у реальности вообще никакой цвета охота, я в процессе тебя слушал, типа думал, блин, как сыграть вообще, как просто поговорить, чтобы звучало, как нормальная позиция, потому что у меня было такого, что вот я в чем-то уверен, просто речь нормальную сказать. И в моменте, когда говорил ИСУ, мне там не все нравилось речь, но подумал, как будто вроде национально больше красный, поиграю с ним, а потом что-то Кристо поговорил. И вот Кристо, мне кажется, прям красный. И он сказал, что мы один речь продуманная, короче, как будто да, как будто прав. Короче, играю с 4, не уверен, что хочу прям по 4 говорить, что один для меня краснее, вот, но вообще речь о один была нормальная. Но что-то продуманное, не знаю, если про трансформеры, он точно в моменте додумывал, так бы он сказал, там, не знаю, трансформеры, ну, ехали отсюда, вообще-то что-нибудь такое, ну, трансформеры промазали, при чем-то что-то. Ну, это странно. 10 секунд? Не, не понял. Ну, ладно, наверное, там что-то можно было понять, значит, значит, продуманно. Да, ну, как круче, я, кола черного тут нет, типа, сами, мне кажется, двое черных, типа, так, поэтому... Ну, возможно. Нет, игрок по номерам 6, господин старый. Допускаю себе путь. Так, я начну с того, что мне не нравится этого больше, чем то, что мне понравилось. Мне не понравилось, что 4 сыграл только с 1, и сказал, среди 2-3, 3 больше, игрок подозрительный, тогда мне казалось 2-3 не вместе, и надо сыграть с 2. То есть это какая-то странная постановка. Речь от 4, он игрок красный. От 2 мне не нравилось, я могу проверить, Я играю с 5, подозрение 6. Вот он проснулся, говорит речь, у него запотели все очки, но он все равно продолжает говорить. То есть, пытается краснить с этим или что? Мне казалось, это супер неудобно, и ты, ну, ты, мне казалось, ты используешь это как свое краснение. Речь твоя, я не нашел... А что мне сделать с ними, чтобы я не запотелся? Окей, я единственное, что подумал, что ты можешь быть красным, когда ты на меня смотрел, думал, что я там, ну, хочу тебе скрыться, или что, ну, там, залп меня какой-то скрыл, может быть, ты и красный. Тогда надо искать в 3-4, ты показал, что игрок черный, почему, объяснишь потом. Выставляю 1, выставляю 2, мне надо 2 слушать, и слушать 1. Пока все, что сказал 1, даже если он черный не устраивает, мне кажется, наперед красный 7. Вот я играю 1 за хорошую речь, 7, мне кажется, игрок красный, 2, 3, 4, 5, и черный. Спасибо, игрок. Что там Архи показал, если 6 красный, он скажет 10 красный? Ладно, я на это не обращаю внимания. Глобально, что мне не нравится в речи 6, он предъявил 4 за то, что тот расставил акценты 2 краснее, чем 3, а потом сам сказал, для меня 2 краснее, чем 3. Это раз несостыковка для меня, 2 несостыковка. Он сказал, 2 краснее, чем 3, потом начал предъявлять по поводу очков, запотевания, почему у него 2 подозрительный. Это второй момент, который мне не понравился. Третий момент. Глобально вообще аргумент про очки ни о чем. Ну, мне кажется. Высуну из пальца. Черному надо что-то придумать среди вот этих игроков, где ничего непонятного. Для меня речь 5 намного краснее, чем 6, потому что 5 как-то по красному ничего не понял, а 6 как-то по черному придрался к какой-то фигне, как мне кажется. Плюс, господин интерактив говорил, что 6 игрок максимально контрастный. И вот я хочу обязательно пересмотреть тоже разбор этой игры. И я жду вот таких жестов. Надеюсь, я не ошибся. Если ошибся, но ничего страшного бывает. Мне кажется, у господина Старова, когда он красная, речь сильно наполнена какими-то мыслями, куча аргументов по этому, по тому, но есть такая вариация, есть другая вариация, так-то, 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 а тут он ничего не сказал и что-то заочно 7 просто так, вообще даже не объяснил, почему взял. Мне кажется, я себя, если с кем-то ассоциирую, вот в данной десятке это больше с господином Старом, потому что у него мысли за красного достаточно много и интересных. Мне кажется, у меня тоже, а за черных меньше, и у меня тоже, на данный момент. На данный момент, если уже возвращаться к разбору кассы, 6 подозрительный. Как 5 погорел, меня устроило, как 5 сказал, что 6 черный показал, мне тоже устраивает. Будем слушать дальше. Под номером 7, господин писатель, минута. Так, смотрите, я пока поиграю, наверное, 1-5-6, расскажу почему. Первый игрок, смотри, первая речь была плохая, но тут вы закончили про промахи, но по мне, я с вами играл мало, по мне это не сильно по черному. Я обычно такие речи красным говорю, чисто поэтому речь была очень плохая, на самом деле, потому что вот эти вот там про пуры чудес, какие-то там фурды бояр, я где-то уже слышал, это уже ни раз, ни два, ни три. Ну было, было, может не от вас, но было это кино, на самом деле было. Смотрите, по пятому, я на самом деле... Ну, не знаю. Ну, ладно, это субъективное мнение. Для меня человек, если постарался, он сказал какую-то оригинальную вещь, там была куча мыслей на самом деле. Что-то про трансформер, по полю чудес, про фурт бояр, шутейка про то, что черным обижают тихого заката, а красным тоже обижают. Ну, он постарался, как можно сказать, что речь ни о чем. Вот речь Кристо ни о чем, когда он пацанов в предыдущей игре. Но это просто субъективное восприятие и к игре не относится. С пятого бы тоже мало что понял. Потому что там так все поговорили, там вот этот посмеялся, этот посмеялся, второй вообще непонятно. То есть я, в принципе, позицию пятого, то, что он сначала не понимает, тоже с большего понял. А шестой мне понравился по просыпанию. То есть как бы он когда черный, он как-то по-другому, он обычно отворачивается, понимаешь? Вот, поэтому я пока поиграю 1-5-6, смотри, послушайте дальше. По позиции четвертый в этой игре не сильно черный. То есть то, что четвертый играет именно с первым игроком, ну мне это более-менее подходит. Но я просто по четвертым часто ошибаюсь. То есть четвертым может быть черным, он очень ровно разговаривает. Пока 1-5-6 моя команда, четвертый не сильно черный. А 2-3 потом послушаем. Там черным кто-то будет. Блин, мне кажется, седьмой не черный по речи. Мне кажется, что... Ну, мне импонирует, что он окраснил 5, что он окраснил 4. Мне это импонирует. Что окрасняет 6, мне не нравится, но я не хочу играть в 7. Есть мысли, что если третий черный, то первый красный, если первый черный, то третий красный. Могут ли 1-3 вместе быть? Наверное. Нет прям сильного желания окраснять 3 на данный момент. Мне понравился 5, мысли по 4. Я допускаю, что несмотря на то, что на 4 сыграл с 1, он может быть красным. И уже, уже... Время прошло, ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Но из-за того, что другие игроки тоже как-то начали окраснять 4, это и 5, и 7, которые мне не показались черными отдельно. Уже хочется как-то полагаться, ну, прислушиваться к их мнению. Это, знаете, как в детском садике, когда эксперимент проводят, кладут красный кубик условно, ну, что угодно может быть, я примерно перескажу. И стоят 5 детей, четверых подговорили сказать, что это кубик синего цвета. Их по очереди спрашивают, какого цвета кубик. Синего, 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 синего. И пятый, которого они подговорили, тоже говорит синего. Вот так же и на меня влияет речь игроков. Наверное, это не совсем корректно, потому что здесь все-таки имеет место, здесь мнение важно, как по игроку поговорят другие. То, что 5-7, который для меня не сильно подозрительный, окрасняет 4, я могу прислушаться. Я хочу сыграть, вот на данный момент, после речи 7, 2-5, не против 4-7, в 1-3 может быть 1 маф, подозревая 6. Игрок под номером 8, госпожа Клис, в вашем моменте. Кто-то будет. Ну, мне сложно, я могу объяснить, почему. Я не понимаю, почему игрок номер 5 не сыграл в игрока номер 1. Речь игрока номер 1 тоже была с водными конструкциями. Помните, когда игрок, они сидели на 5-7, вся аргументация 7 заключалась в том, как он словил игрока номер 5 за то, что у него были много водных конструкций. Игрок номер 1 в этой игре говорил, мне кажется, брал паузу, говорил в одну, еще одну конструкцию, и после этого продолжал свою речь. Из-за этого для меня странно, что... Блин, бедный Тоза реально. Забабахал речи, его все жалят. Паузу, говорил в одну, еще одну конструкцию, и после этого продолжал свою речь. Из-за этого для меня странно, что... Да, это было, я слушала внимательно речи. По этому аргументу я заподозревала один, и очевидно было, что когда вот он смотрел в моменте в потолок, что он выдумывает сейчас эту речь. И для меня один был подозрительный, но все говорят, ну мне так казалось, я слушаю твою речь, и мне кажется, что ты ее не продумывал ночью, из-за этого я подозревала один. А все начали говорить, что один красный. Ничего не понимаю, потому как все поговорили по 4, как будто бы не мафия 4, в моменте по речи 3... Опа! Это сошлось. То, что первый придумывал, придумывал речь на ходу, мне кажется, это сложно. Потому как все поговорили по 4, как будто бы не мафия 4, в моменте по речи 3 было похоже на ту речь, когда он сидел на 4, может быть черным, но я бы просто переслушала 2, есть вариант, что 2 красный, мне сильно, прям, не оказался 2 черным, за тот момент, когда он сидел в свою речь, но я себе разводил, не могу сказать, что два пальца. Игра по номерам 5, у вас первый фулл, игра по номерам 10, 9, господин, несколько разводов. Так, 2, 3, 4, 5, играю, сейчас буду объяснять. Не знаю. Я не знаю, как оценивать речь, Крис. Исаул на 4 сидел красным и черным, да, черным он чуть-чуть, чуть-чуть отличалось, как мне казалось, речь его тогда, черным все нашли. Может быть, не черная, то, что она играет. Была мысль, что возможно, если 4-8 вместе черный, то 8-й может поговорить по четвертому. Ну, вот то, что она сказала, ну, вроде по четвертому поговорили, что он должен быть красный, но не хочу об этом думать, просто промелькнула мысль, я ее тут же удалил искусственно. По 1 не понравились мысли, по 2, что не взяло, 2 тоже не понравились. Это не значит, что второй точно красный для меня, второй может быть любого цвета, но для меня на данный круг именно, второй офигенно поговорил, поэтому копаться в 2 на данный круг, я не понимаю. не буду называть ни красный, ни черный. Понимаешь, как я к этому пришел. Речь 1 мне нравилась, 2 нравилась, 3 нравилась, потом 4 как-то сыграл только с 1, а мне казалось, что 2 и 3 речи были краснее, чем у 1, поэтому я думал, что 4, если мафия, он мне с 1 выкинул 2 красных 2 и 3, если 4 черные, то 1, 2, 3 могут быть все красные, либо там его двойка черная. Двойку черная, я на тот момент не рассматривал. Потом поговорил 5, он про этого 4, сказал, что он самый красный. Вот я 5 отдельно считаю красным, 4 я не был, вот поэтому был красный 5. Когда говорил 6, как говорил, мне нравилось, команды, конечно, нет, когда у меня 2, 3, 4, 5, у тебя 1, 6 и 7. Мне казалось, команда плохая, но речь была хорошая. 7-8 должен быть черный, то, что опять говоришь, что 6 черный, может быть, я бы проверил 6, потому что я, например, не уверен, что 6 это мафия. Но я бы себе власть потом не отдавал. А, опять красный был мафия. Тогда пойдет. Странно. А 6 норм? Я не понимаю, реально, у меня половина сходится, половина не сходится. Про 4-5 сошлось, про 6 не сошлось, с Yesterday. И странная фраза от Господина Yesterday, она не в черноту, просто, это тоже просто оценочное осуждение, субъективное, что Yesterday не давал бы руль шестому. Может быть, он имеет конкретно про эту игру, потому что он не подозревает 6, но считает, что 6 плохо сыграл, может быть, скорее всего, он это имеет в виду. А вообще, за предыдущие игры Господин Старый в опросе в телеграм-канале у Левши за 6-ю и 7-ю игру получил больше всех голосов, как самый... как это сказать... за приз зрительских симпатий. И, мне кажется, он красным попадает круче всех, и без баланса играет, жестко определяется, играет противозвещаний красным. красным. Поэтому, если вдруг ЕСТО даимил в виду, что просто не хочет давать руль старому, потому что он не веет его силы, то я с этим не соглашусь. Но, скорее всего, он имеет в виду про эту игру, возможно. Да, проверка 6, если 6 красный, и он будет говорить, что красный 5, она неплохая, мне кажется. Билл. А, да, если красный, думаешь. Тогда пойдет. Тогда проверка 6 нормальная. У вас время. Игрок по номерам 10, госпожа Шарлота, ваша минута. Смотрите, меня когда говорил 2, мне понравилось. Во-первых, это речь, я бы хотела, я думала, для меня было бы хорошо, если бы первым было красным, это было как-то нормально сказано. И эти очки запотевшие, в это можно сыграть на 0, потому что Артик это красный, у него потеет. Ну, я в это играю. Смотрите, у вас есть какие-то ко мне претензии, это мои аргументы. проверка 6, выставляю 6. Смотри, ты мне показывал, с кем я хочу сыграть. Ну, он хочет попилиться. Можно, я просто поговорю? Я подумала, что 2, 3 можно сыграть. Ты нашел цвет 4, может быть, поэтому твоя позиция 2, 3, 4, 5, это хорошая позиция. при проверке 6 красного. Кого я показал на проверку? Вот твоя позиция 2, 3, 4, 5, это хорошая позиция. При проверке 6 красного. Динамика пошла. Может быть. От меня динамика пошла. 10 секунд. Смотри, писатель, я не понимаю, как ты понял, вот на седьмом боксе именно сейчас, что можно сыграть 1, 5, 6, где они поругались и шестой еще не показывал, что пятый красный. Это невозможно было сразу понять. У вас, 3, 3, 4, 5, 5, 5, У вас время. У нас все поговорили. На голосование выставлены игроки 1, 2, 6, 1, 2, 6, никакой стимуляции. Эй, кого перестали 6? Фолл игрок под номером 7, фолл игрок под номером 9. 1, кто за то, чтобы стопы кинул игрок под номером 1? Стоп, спасибо, это 5 голосов. 2, кто за то, чтобы стопы кинул игрок под номером 2? Спасибо, 0 голосов 6. Я из-за всяких выкриков вообще прослушал позицию 10. Увидел, что 8 показало 10 черное вместе с 5. Потому что, не вместе с 5, что 5 показало, что 10 красное, для 6 должно быть, а 8, думаю, что 10 черное. Плохо, надо, надо учиться, как ты жестикуляцию смотреть, и речи слушать. Это важно. Мне отвлекаться важно очень. 5 голосов. Перестрелка между игроками 1, 6 игрок под номером 1, 30 секунд. ну я играю в первую очередь против 8. Я не могу поверить, что красная 8 могла думать, что я эту речь придумал на ходу. Вот, с тем количеством конструкций и отсылок, которые были, очевидно, что это 100% заготовленная речь практически во всем. Ты, Семирона, не слушаешь, да? Понятно. Короче, я играю с тем 100%, что 7 там много черных, для меня не понравился. 8. Ты гуф? Нет, я как тавы здесь MC. Тоже цитата Тихого Заката с открытия. Оксимирона, ссылочки. Так, ну тогда речь 4 тоже не вау, раз Тихий Закат сам признаешь, что это заготовка. А речь 4 была, что Тихий Закат красава, потому что думал об этом ночью. А нет. Я играю с тем 100%, потому что 7 там много черных, для меня не понравился. 8. 9 сыграл 2, 3, 4, 5. 4 сказал, что я точно красный, 5 сыграл со мной. Мне кажется, в 9-10 может быть что-то. То есть 8-9-10 может быть двойка. Я бы проверял 3. Вот я бы проверял 3. Потому что он думает, что я подозрительный, а что 2 красные? Мя, спасибо. Игрок по номерам 6, 30 секунд. Так, я играю против 8, она сказала черный 5, опять измахался, что 6 игрок черный, правильно? Но она не могла назвать 6 красным. Мне кажется, 5 игрок красный. Мне кажется, черный 8 и 10, конкретно 8 и 10, если вдруг, там, ну, 9 нормально разговаривать. И здесь какой-то сложный шок. Разбиваю аргумент 10 по 2. 10 сидел, черным договаривался, вспотело лицо, проснулся, одел очки, они вспотели. В чем проблема? Он же не в очках договаривался. 10 секунд. Что, оба черные, я красная, если у черного? может быть 2 красная, 10 черная. Блин, мне понравилось, как первый поговорил, мне понравилось, как шестой поговорил, не по черному. Достаточно дерзко, нагло, 5 не атакует. В 3-4 должен быть маф, в 8-10 должен быть маф. Седьмого, вот, у меня был красный 2, в 1-3 был, возможно, один маф. Мне понравилось, как сейчас первый поговорил, все его мысли, все, что он сказал, окей, все ок. Все ок. Если первый красный, то 3 уже не такой красный. 4, странная речь по 1. 4 показал проверка 3. 3 показал, 3 выкрикнул на речи 8, давай, или там на речи 10, обращаясь к 8, давай ты откатишь перед ночью, мы тебя проверим, как будто 3-8 не вместе. Это я пытаюсь лучший ход придумать, просто 2 красный 1 и больше красный, 2 красный, после этого 5 красный, ни черный 6, ни черный 7, ни черный 9, ни черный 1, один больше красный. Получается 3-4, 8-10 остаются, 8 показывает 10 точно черный, 8-10 есть один маф, 6-ой это показал, подходит. 3-4, 4 сейчас как-то странно зажато сидит, 3 показал проверку 3, это мне подходит. 3-4, 8-10, 3-4, 8-10, 3-8 не вместе, 8-10, ну по прямой логике не вместе, но нет уверенности такой, что же делать? Кого записывать? Не знаю, абсолютно не знаю, 5 сказал 4 красный, может ли ошибаться? Может. Я с тобой сказал, что 5 красный 4 может быть подозрительным, мне тоже подходит. Блин, я прослушал речь 8, это проблема, это вот мой косяк. Прослушал речь, не буду записывать, я думаю, что 8 может быть шерифом, и тогда черный 3-4-10, например. Но я 10 прослушал, не могу ее записывать, потому что я ее прослушал, поэтому я запишу 3-4-8. Блин, мне кажется, второй может быть черный. Так сидит спокойно. Офигенная речь сказал, и все, и пропал с радаров. Да. Моя проблема, я прослушал речь 10. Все, без речи 10 записываю 3-4-8, сейчас переслушаю речь 10, это немножечко читерство, поэтому я озвучил уже свой лучший ход. Сейчас. Это хорошая позиция, Смотри. Об этой игре. Игрок по номерам 10, госпожа Шварлота, ваше мнение. Смотрите, у меня когда говорил 2, мне понравилось. Во-первых, эта речь, я бы хотела, я думала, и для меня было бы хорошо, если бы первое было красное, это было как-то нормально сказано. И эти очки запотевшие, но в этом можно сыграть на ноль, потому что Артик, когда красный, у него потеет. Ну, я в это играю. Смотрите, у вас есть какие-то ко мне претензии, это мои аргументы. Проверка 6, выставляю 6. Смотри, ты у меня показывал, с кем я ходил. Я показывал 3.8, у меня не вместе черный, не только за выкрик, что третий выкрикнул, на речи 10, обращаясь к 8, давай ты откатишь перед ночью, и мы тебя проверим. Я подумал, что если, ну, для меня 8 поговорила достаточно аккуратно, возможно, она как шериф поговорила, поэтому 3.8, если он черный, он пробивал ее на нешерифство, чтобы потом показать какую-то там, ахалай-махалай динамику. Это во-первых. Во-вторых, на речи 8, 8 сказала, третий подозрительно поговорил, как он был, когда черный на 4 сидел. Это вот два момента, почему 3.8 уже как будто не вместе, уже надо что-то другое думать. Хочу сыграть. Ну, он хочет попилиться. Можно я просто поговорю? Я подумала, что 2.3 можно сыграть. Ты на суть 3.4, кто черный, кто классный. Поэтому твоя позиция 2.3, 4.5, это хорошая позиция. При проверке 6 красного. Динамика пошла. От меня динамика пошла. 10 секунд. Блин, вот офигеть, второй раз уже прослушиваю речь. 5? Это хорошее. Ну, он хочет попилиться. Можно я просто поговорю? Я подумала, что 2.3 можно сыграть. Ты нашел цвет 4, может быть, поэтому твоя позиция 2.3, 4.5, это хорошая позиция. При проверке 6 красного. Динамика пошла. От меня динамика пошла. 10 секунд. Смотри, писатель, я не понимаю. Не поняла, это 2.3, 4. Мне не походит, потому что 3.4, у меня остальные больше красные, 3.4 уже в зоне подозрения, поэтому мне уже не нравится речь 10. А как ты понял, вот на седьмом боксе именно сейчас, что можно сыграть 1, 5, 6, где они поругались и 6 еще не показывал, что 5 красный. Это невозможно было сразу понять. У вас 2.3, 4, 5, 9. У вас есть еще 2? Откатим, передно, еще проверим тебя. 2.3, 4, 5, 9. Девятый сказал, что 5 красный, 4 не такой красный. Три момента, которые чуть-чуть зацепили в рече 10. Первое, она не поняла, что Архи говорит про динамику 8. Второе, 2.3, 4, 5, ну 3, 4 мне не сильно подходит. 4, девятый сыграл с 5, не против 4. А она сказала, что, ну короче, она сухо цифры выделила. 8, 10 у меня краснее 8, плюс я подозреваю 3. Не именно прям точечный 3, просто остальные больше красные все. Я красных стараюсь, от красных цветов стараюсь искать. Типа добираю красных, 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 или кто в остатке, ВЛХ. И думаю, кто ни с кем. Вот 3.8 не вместе, и для меня третий больше подозрительный, восьмой больше красный, восьмой показывает 10 черный. Блин, восьмая так же стеклянка, будто уже не шериф реально. Ну ладно, посмотрим, не уверен, нет уверенности. 3.4.10 я записываю лучший ход, послушав речь 10. И делаю себе пометку, быть внимательным, не отвлекаться на жестикуляции, хотя это сложно сделать. Вообще, в принципе, это не впервые у меня такое, и у других тоже игроков. И реально, я замечал, что я, когда пересматривал свои игры, что я с закрытыми глазами сижу? А, чтобы не увидеть, а ничего не происходит, замечательно. Когда пересматривал игры, и, допустим, полегал какую-то игру, когда красным был, и пересматриваю игру, и замечаю, о, так здесь такая-то речь, а тут этот маф вообще позиционно взял этого красного, так он позиционно самый черный должен быть, у него бы не до счет по мафам. А я это прослушиваю в речи, и все, из-за этого не выиграю игру. А если бы прям в фокусе был максимально внимательно, то все бы слышал. Поэтому вывод делаем, надо внимательно слушать речи, не отвлекаться на жестикуляцию, но при этом надо как-то улавливать жестикуляцию. Но то, что восьмая там показывала, начала одну проверку, вторую проверку, третью проверку, этот черный, бла-бла-бла, это же, ну, мусорная информация, это она показывает просто, чтобы от нее отстали, что она не показывает динамику. А нам на это смотреть незачем, поэтому не надо было это делать. Время. Спасибо. Переголосование между игроками. 1-6. В таком порядке. 1-6-1. Кто за то, чтобы столбки набрать под мером 1? Спасибо. Это 5 голосов. Лучший ход честный. 3-4-8. Лучший ход с подглядыванием, переслушанием речи 10. 3-4-10. И 10 реально подозрительно поговорила. Все хорошо? Чтобы столбки набрать под мером 1? Спасибо. Это 5 голосов. Кто за то, 6? Спасибо. Это 5 голосов. Кто за то, чтобы оба играли? Да. Что? Кто 3? О, 2 красные оказалось. Скорее всего. Ну, вряд ли он самострелом ушел, правильно? Сыграли. Кстати, мне понравилась классная фраза. Кто пчелок уважает? Кто знает, откуда это, напишите, пожалуйста. Я нашел песню, там была эта фраза, но там была другая интонация. А интонация «Кто пчелок уважает» на стриме интерактива услышал, прям мне очень заходит. Что еще ночь, игрок под номером 2, у вас есть право стоимость. Ух ты. Прикольно. В 1-3 он выбрал 1. 6 записал и 10. Может быть, может я ошибаюсь. Но он тоже не записал 8. У меня 3, 4, 10. Потому что первый обосчитал больше красным, и у меня в 1-3 1 маф. И это если не 1, то 3. И 6 не показался черным, потому что он вроде не сыграл в 9, и сказал 5-й красный все равно. 1-6-10. Так, мы запоминаем завещание. Надо помнить завещание, это важно. 1-6-10. Запомнили и играем. 6-10. Принято утро. Ваши прощальные номера. Смотрите, в 1-6 никогда нету двух красных. Они оба сыграли в 8. Поэтому 8 не голосуются. Нет, пожалуйста, можно не скрываться на моей речи? Я тебе писатель не оставил. Я тебя черным оставил? Нет. Хорошо, ты шериф, молчи, ни проверку не говори. Пилишь троих. Если про тебя сейчас никто не скроется на этой самой речи, ты точно шериф. 1-6-10. Все, Вадим, смотри, как было. Она у меня спросила, кто красный, кто черный. Я, ну, типа, сказал, я красный, не хотел ничего говорить. И в этот момент я покупал пары куда, поэтому это не динамик. Вот. Один, ну, короче, в 1-6. Кто просто есть черный для меня? Вот. Что? Три красные? Не знаю, кто три. Вот. Для меня пять красных. Что? Почему пять красных? Настя, для меня пять девять это красный. И ты, я тебя, что? Кто три? Мне скрылся три, но ты что, ты думаешь, что? Три проверены красные. Ну, вот, вот есть информация, есть голосование. Вот. Для меня я оставил все, что вот я думал. Все, спасибо. Провожаем. Поплотить меня, тихо игрока по номерам два. Что, четыре вскрылся, три показывает, я думаю, семь красных, что семь не вскрывается? Это то, что я сейчас увидел. Ну, естественно, это все непонятно. Ждем. Вот сразу выпытываем. Сидим. Мы, я сижу за столом, сразу выпытываю всю информацию, чтобы не было вот этого. Я, примерный, красный. Потом в конце круга голосуется какой-то игрок, он говорит, да это шериф, там он, он сидит. Нормальным голосом он говорит, да это шериф, он сидит. Чтобы не морочили мозги, нормальную информацию выложили, хватит вот это в прятки играть, реально. От красных только цвета прятать, мое мнение. Иногда реально это не нужно. Пересмотрите лучшие игроки Беларуси крайнюю игру, десятую, речь господина Архи, когда его заголосовали в девятке, потому что шерифы прятались. В итоге просто неинформативное голосование было, и просто сняли красного. Вообще, он абсолютно не понимал, чего оставлять, сказал, я ничего не разобрался, оставил противовес черного интерактива, красавчик. Непонятно, пообиде или нет. Точка. Ну что, ребят, видите, меня убили в первую... Да, убили тебя. Это... Прими как комплимент, Артик, за твою шикарную речь. Вот, ИСАУ у вас по одному фолу. Наш игровой день. Открывает игрок под номером 3 в вашей минуты ИСАУ-1фол. Блин, я вспомнил речь и просто улыбнулся непроизвольно. Вообще огонь. Если я не думал, что вы черный, у нас одно вскрытие или нет? Я проверен красный. Вы вскрываетесь или вам кто-то вскрылся? Вы вскрываетесь, понял. Тогда выставляю 8. 8 шлифт. Я не проверен красный, я не проверен красный, но я не шериф. У меня 8 было самое... Что? 8 проверено красного у вас? Ну, алло. А вы проверили 8 красный. Блин, короче, этот шериф считает 7 красным, если что. Не 6. Этот шериф считает 7 красным. Поэтому я... Короче, я пока не буду голосовать. Давайте проголосуем между игроками 1 и 6. 8 сказала... Я сказал 0, что 1 подозрительный. 8 сказала, что 1 подозрительный. Странно, что все играют в 1. Я тот, кто не сыграл с игроком под номером 1. 8 сказал, что подозрительный 1 и 3 вместе. Я сказал, что 8, если не шериф, пускай вскроются перед дочью. 1 сказал, что 3 и 8. Это 2 подозрительных игрока. Поэтому голосование, если больше правильного красного, один из... Один сказал, что 3-8, два позадиных игрока. Один сыграл в 3, это было. Один сыграл в 8. Да, но я не хочу... Я понимаю, да, в 3-8 вместе черные сложно нарисовать. Я это объяснял на предыдущий круг. Почему у меня два аргумента было, почему 3-8 не вместе, по их двум коммуникациям. Однако, играть за это в 1 я тоже не хочу, потому что... Именно жестко, потому что игрок номер 1 объяснил, почему он сыграл в 3. Для меня это понятно. Для меня в 1-3 был маф. И если красный 1, то подозрительный 3. Я это понял. И я понял его мысль, почему он сатаковал в 8. Потому что 8 сказал, что он придумал речь на ходу, а это вообще дичь. Ну, для меня, для него это странно. Поэтому он не сатаковал для меня одновременно. Он не сказал 3-8 вместе черные. Он так не показал. Он сказал отдельно подозрительные 3, отдельно подозрительные 8. Я это понял. Поэтому я не хочу... Ну, иногда человек какое-то мнение придумывает и под него аргументы подстраивает. Это вот то, что возможно сейчас у Исаула. Или придумал аргумент, не подумал о том, что он насколько вообще рабочий или не рабочий. Я, например... Да, это прикольный аргумент, что 3-8 одновременно нельзя атаковать. Но я допускаю, что первый не мог не дойти до мысли, что 3-8 не вместе черные. Что я показал вместе красные? 3-8 не вместе черные. И он отдельно заподозревал 3-8, сыграл в них по аргументам, которые он объяснил. Я понял. Может быть черный 1, может такое быть. Но я не хочу в него играть именно по аргументу, что он сатаковал одновременно 3-8. Там не было 3-8 из черных, там было подозрительные 3, подозрительные 8. Может он не докрутил, может докрутил и не сказал. Может мав, который не подумал. Но я не хочу играть по этому аргументу. Все. Время, спасибо, игра под номером 4 у Смешерлота. Забавно, 3-8, 2 правильных красных. Благодарю вас. Выставляю 6. Интер. Да. Если 7-8 сидят и 3 правильных красных по версии другого шрифа. Вот, какой шриф? Ладно, давайте как-то на стол. Я шриф, у меня 3 проверенные красные. И 7 это шриф, и 8 у него проверенные. Ты видел, что я вскрылся 3-3. Ты вписываешься в 4-4. Я до ночи заподозрил, что 3-4 вот эту проверку 3 просил. Что-то спрашивал. Как будто не по черному, да? Тебе вскрылся 7, что он проверенный красный. Ну, мне 7-8 красный больше нравится. Нормально. Почему проверил игрока номер 3? Это в том числе, то есть от речи 1 мне казалось 1 красный. И в моменте мне тоже казалось, что уже хорошая проверка 3. Поэтому по 1 и по себе мне казалось, то есть 3 проверка нормальная, 3 проверенные красные. Блин, ну с позиции 4 реально 3 проверка нормальная. Он сыграл с 1, а в 1-3 как будто должен быть маф, и он проверил 3, проверил красным. А что дальше будешь делать вопрос? Почему мне казалось, что красный 7, а 5 это объединение 5 и 6 по интересам. На тот момент мне казалось, что это больше по красному. Но, понятное дело, 7 подкрывает 7. Кстати, да, мне кажется, если что, в 1 и 6 один краснее, чем в 6. То есть потому что 6 сказал там, ему или 4 не понравилось, и я должен был сыграть с 2 почему-то, но я ничего не должен, я все объяснил. Плюс мне казалось, что красный 5. То есть 5, если мафия, именно мне поддержку, то вот это странно. Поэтому в 5 и 6 для меня 5 краснее, так же, как я подозреваю, 6. То есть если 9 вписывается, то может быть мафия. 7, 6 и 9. Если 9 вписывается, то мне казалось 6, 7, 8. Спасибо, игрок под номером 5. Ах, у вас 2,5 минута. Смотри, Леха, понятно, я буду там с тобой совещаться. Вот, выставляю 6, для меня сейчас уходит 6. Почему, во-первых, я так не думаю, там, во-первых, был момент, который я тебе показал. Во-вторых, вот, 7, у него уже 8 правильно красное. Я не думаю, что шериф это 8, который я проверил 7. И когда у него 8 правильно красное, он может ей штукнуть, и она вскрывается. Для чего он скрылся, мне непонятно. Я ни в одной из вселенных не объясню, почему он скрылся. Это факт. Реально, седьмого вообще никто не подозревал. Аргумент суперпушка, топ. Почему скрылся 7, нет никаких объяснений. С 8 проверенный красный. О чем будет делать? Кого он будет... Надо спросить, что ты хотел этим? Хотел пилить троих. Кого? Там должен был быть 3. Там должна была быть 10. Восьмая показывала 10, черная 3. Атаковал 8. И еще кто-то. Кто? Не 5, не 6. Писатель с ними сыграл. С кем он там еще играл? 1.56 он сыграл. Не ошибаюсь. 1.56. Или 2.56. Ну, короче, как-то так сыграл. Если сыграл 1.56, то стороной 6-4 не взял. Блин, не помню. Плохо. Надо помнить. Когда у него... Его красная проверка сидит рядом с ним. Поэтому для меня сцепи это черный. То даже если нет, смотри. Послушай, пожалуйста. Прямая конструкция речи игрока номер 6. Он сказал. Он, разбивая аргументы, игрока номер 10 сказал. Ну, 2. Ну, что? Ну, он черный. Ночью договаривался. Лицо вспотело. И поэтому у него очки потные. Причем тут вообще то, что он ночью договаривался. Лицо вспотело. Лицо потеет у красных. Как можно было это сказать, я вообще не допускаю. Вновь я вам сказал, что 4 черный. Потому что... 4 сказал. Между 2-3 у него 3 чернее. Поэтому он должен был сыграть с 2. Потому что 2 не вместе. Он что сказал? 3 тысяча процентов черный должен сыграть с 2. И сказал, что... А 2 пытался окраснить за тем, что у него запотевшие очки. Для меня каждый из этих мыслей... Невозможно у игрока красного. А их было 3. Время. Игрок под номером 6. Пушка. Бомба. Классных поговорил 5. Аргумент по 7 вообще огненный. И 8 играло в 5. Что, может лучше ход Артика поднимем просто со стола? Если там 3 красных, то все плохо. А если 3, 4, 5 черные? Нет. Потому что 6 говорит 5 красный. Не будет такого. Невозможно с бананами в ушах сидеть. Слушай то, что ты говоришь. Я сказал. 2 может быть красным. Он ночь. Орет, когда черным был. Черным сидел, договаривался. Вот так проснулся, одел очки. И они вспотели. Он что, красный за это? Ты подумал, что черный 6, 7 и 8. Красным игроком. Когда я... Тогда красный 1. Я с красным 1 против своей черной 8 играю. Это что вообще-то? Выставляю 4. 4 принято. Опа. Это ошибка. 6-й уйдет сейчас за это. Красным до сих пор считаю. Меня просто это накаляет. Да, я считаю его игроком красным. У меня есть свои аргументы. Я не хочу их озвучить, я считаю его красным. Он что-то придумал какую-то... А звук счет 4 выставил? Выставляю 4. Я могу сейчас писаться. Вот 2 ушел, сказал 8 это красное, 7 это шериф. Мы все игры проиграли из-за того, что мы завещание не слушали. 2 нормально в мафию играют. И шериф пойдет 6 проверит. Для тебя и я буду думать, что ты все равно игрок красный. Я сел в ноль, проверяют за цвет 5. Я черный, наверное. В команде 6, 7, 8. Правильно? Так играю. Для меня непонятно, как можно вписаться и не привести ни одного аргумента, почему черный 4. Если красный игрок вписывается, для него должно быть как минимум один мощный, мощнейший аргумент, почему этот игрок красный, а другой черный. А после речи Архи, где он привел просто потрясающий, ну, сильный аргумент в черноту 7. 6 не разбил этот аргумент, не засомневался из-за этого аргумента, а вписался, говорит, что 4 черный только по завещанию. Мне кажется, это очень похоже на какой-то, ну, просто вот черному надо сыграть в какого-то игрока, а он играет. Объяснить не может. На 0, кстати, у старого, похоже, была речь. Он тоже сатаковал игрока до себя. И аргумент ни о чемный был тоже. Так, меня в нуле никто не подозревал, но если бы кто-то сказал со другой черным, мне было бы сложно играть. И все сказали, проверить 8, вы себе сказали, что 8 черная, 8 черная, 8 черная. Я проверил 8, 8 красная, потом сказал, что на черной вместе со мной. Поэтому я сразу скрываюсь. Я бы сейчас, смотрите, я бы сейчас 4 не снимал, потому что потом я стрельнусь, я не хочу стрелять, но черные могут выиграть. Я бы сейчас 9 снял по предыдущему кругу, как он номер 9, у него была черная команда 2, 3, 4, 5, и сейчас он резко переобулся, вписался в версию четвертого игрока. Твоих речей, это странно. Не надо сейчас четвертого снимать, меня бафнут и все. Не надо, не надо весьма четвертого. 9, ну, я думаю, что 9 черный. Вы у меня проверены красный. 9 очень странно переобулся. Мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы снять Дона, отстрелиться, сделать какую-то проверку. Вот если сейчас он сделает еще одну красную проверку, какого-то игрока, ни самого красного, ни самого черного, будет неплохо. Ничего плохого в этом нет. Писатель хочет снять какого-то непонятного игрока в сторону, а потом потенциально 3-3 проиграть или что? Ну, здесь тоже... Короче, я считаю, что не надо непонятного игрока снимать. Надо снять Дона, прям записочить его, сказать, все, 6 вписался, еще один вписанный, и у него тройка черных, 6, 7, 8 условные. Мы найдены, вот, мы здесь, мы признаемся, мы 6, 7, 8, четвертого мы здесь сидеть не нужно. Мы за него, ему не надо делать проверки, мы вот они. Привет. Мы с флагами тут стоим, с плакатами. 6, 7, 8, черные. Поэтому хоть 4, чтобы не было такого, что сняли право на ошибку непонятного красного, а потом я стрельнусь, и мы не найдем черных. Поэтому хоть 4. Я сделаю проверку. Ну, понятно, для этого должен еще кто-то, кроме 6, вписаться. Просто так это не работает. Эти красные, скорее всего, смотри, они вместе рубятся, они красные. Первый, вроде, не сильно черный, тут точно черный есть между 9-10. Я у себя, шериф? Кто-нибудь с меня подозревает? Меня никто не подозревает. Все, иди. Тут надо тут, надо голосовать. Оставляю 10, оставляю 10. 9, принято, спасибо, у вас время, игрок под номером 8, Крис, 1 полминута. Иди куда-нибудь. Выставляю 4, выставляю 10, выставляю 3, 2, умер, все, что сказал 8, красный. Единственное, что ты должен сидеть, смотреть на меня. Что-то как-то не особо эмоционально, как на работу вышел. Я ей говорю, игрок номер 8, пожалуйста, послушайте, я шериф, а не игрок номер 7, который вас проверил красный. Понятно? У вас есть вписанные игроки, вам к 7-му, 6, 9, 3, 0,03, бенз, поздревал, тогда я пол. А 6? Да что-то на речи 6 молчал. Зачем 7-му давать меня проверенный красный? Это то, что... То, как мне скрылся, когда мы проснулись, он сразу стукнул, и он скрылся, что я проверенный красный. Почему 7 скрылся? Ну, я не знаю, но я не видела до этого шерифских. Я не вижу мотивации черному 7 давать меня проверенный красный. Ну, вот, для меня это непонятно, для меня это непонятные вещи. Если красный, то 10. Все играли в меня. Для меня это непонятные вещи. Я не думаю, что мафия 9, и при этом все... А это черные 6, 7, 9. Но сейчас писатель в 9 играет. 1, 6, 7. 1, 6, 7, если черные, то тогда можно дать красный 8. Я думаю, что... Хотя лучше дать красным 6. Али в меня. Для меня это непонятные вещи. Я не думаю, что мафия 9, и при этом все, я думаю, что ты больше красный. Потому как ты в нуле поговорил, уже на попиле. Я все поняла, что ты сказал. И то, как ты объяснял, почему там я подозрительница, я все это поняла. Что ты поняла? Один сказал 3, 8, вместе черный. Что ты поняла? Да, но я поняла его мысли. Опа! Блин, мне так нравится. Я так кайфую реально, когда игроки... Какой-то игрок говорит вот мою мысль. Так кайфую, прям вообще приятно. Сердечко обливается слезами радости. Слезами. Слезами. 3, 4 это вместе черный, по вот этому, что делает игрок номер 3. Моя, спасибо, игрок под номером 9. Естыдой 1, фолл 8, ваше ваше ваше. Че, че показал архи? Спасибо, игрок под номером 9. 6, 7, 9 черный. Или 6, 7, 8 вам показали. Блин, мне понравилось как 8 поковали. Спасибо, игрок под номером 9. Естыдой 1, фолл 8, ваше ваше. 6, 7, 8 показал. Это 3, 4, 10 черный якобы. Плохо. так что получается у нас три четыре пять на шесть семь восемь что ли или чё но есть проблема понимаете если три четыре пять черная команда то игроки 910 сыграли два три четыре пять непонятно выставляю 10 6 вот 5 это красный 6 думаю 5 красный я думаю 5 красный когда мы красная будем костячком втроем играть оба шериха на 7 который сказал что черный когда я вписался вот это тоже идет и 6 проверяет чем один красный ну не понимаю только если черные три четыре десять у меня была такая мысль а это мой лха если что просматривая все я понял это я слышал 8 черный блин но я реально все понял что 8 сказала я реально не согласен с 3 и 3 красный и соул он же должен осознать то что мы с крис подумали они топорно играть зацепившись за аргумент у меня игрок по номерам 10 шарлота 1 полминута но смотрите если вы меня заголосовывать вы просто принимаете что я красная и вы просто снимаете меня как право на ошибку значит вы игрок номер 6 на попили сказали что среди 8 9 10 черная команда 8 10 я сейчас у вас спрашиваю кто у вас шериф кто у 8 9 10 много черных правильно значит у вас у всех черная команда 3 4 10 и проверьте смотрите обойдете проверяйте 6 допустим находите его красный допустим я просто мне кажется красный 9 он прям из команд выпал и вообще мне все понравилось я бы тоже выставил 10 реально тоже тоже бы выставил 10 не не дал бы просто так забрать в одну калитку 6 как минимум мне понравилось что крис сказала она краснел 1 для меня тоже 1 нормально поговорил 3 4 6 10 хочу писатель вскрылся не но он мог вскрыться чтобы перед троих но могла же это сделать 8 допустим она и стукнул она ничего не делает и тогда он вскрылся или может реально 8 шериф стукнула писателю нет какая проверка 8 7 не я не могу рассмотреть что он красный допустим находите вы красным то черный его считаете все красный 5 все называют красным правильно вас черная команда 134 тогда вы принимаете это и так играете что ты мне киваешь что ты мне киваешь диндри не вместе у вас время тихий закат вашему то господин если вы показываете что я черный я уже двусторонний красный на момент игры я сыграл в 3 8 у одного шрифа в 7 3 вписался в 4 может между красными проверками по голосу мне кажется норма с темы я сыграл в 3 8 у одного шрифа 8 проверенный красный у другого шрифа 3 проверенный красный понятно что если я черными не будут блокировать его я не черный по 178 я не черный не 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 это не аргумент это не аргумент господин тихий закат потому что один из них шриф если вы черный сейчас я не беру то что 13 не вместе черные я это нет но я считаю 13 не вместе черные я эту мысль просто убираю глобально вот если просто оценивать 134 если допустим тройка черных 4 скрылся защищи защитя 3 он допуск он наоборот дает плацдарм игрокам 1 3 играть 8 он же не раз что 7 вскрылся с 7 проверил шриф проверил 8 это никак не зависит от них поэтому действие 47 это не один глобальный черный разум который одновременно запретил тихому заката в 38 играть поэтому аргумент ни о чем тексты должен быть поднятым я могу подозревать 38 ты вчера был черный в меня вбивал проеку своего черного вот это было игру назад 3 10 мы были черные а я не знаю кто черный это динамика был ты да пускай 5 собирает руки на данный момент куда хочешь либо свободно голосовать у меня 5 тоже не обалдеть столько игроков и каждый уверен в своем шрифе 3 уверен что 4 шриф первые с 4 шриф 6 уверен что 7 шриф 8 уверен что 7 шриф я думаю 9 красный 9 думаю что больше 7 шриф 5 думает 104 шриф есть хотя бы один красный который ошибается и и и я сижу ничего не понимаю че делать я в 3 гола я не знаю че делать их я не хочу голосовать между 4 7 я бы объявил голосование блин а прикиньте 38 да я не верю что 38 два красных внутри себя так ведет что 38 не два красных для меня 3 чернее будь моя воля я бы объявил голосование 3 6 10 3 6 8 10 и снял бы 3 поставил в руку в ты если не в 3 то в 10 но и вообще нет уверенности со 10 черная просто не подозреваю вас сильно 8 и просто и почему-то не хочу играть в 6 в объяснение нет речи не блин плохие речи в 6 делать непонятно ладно короче между 6 10 голосуем все отпускаем эту ситуацию опять же красный нет уверенности никакой же цикуляции 8 кто за то чтобы стол покинул игрок под номером 8 спасибо ноль голосов 6 вписался можно в 6 заголосовать я тоже в 6 баху потому что он вписался есть какое-то продолжение на следующий круг хотя бы 3 4 5 10 проголосовали в 6 а вот на месте 6 я сейчас кричу мы пилим мы делим там в 3 или мы делим в 10 или мы делим в 5 вот чтобы не уйти со стола вот смотрите сейчас писатель чё сделал он скинул руку зачем вопрос за любую карту если писатель черный вместе с 6 проголосусь 6 с ними красного или хотя бы попили своего черного 6 если ты красный ты не знаешь что это 6 6 вписался в твою версию шрифтства сделай так чтобы 6 не ушел чтобы 6 сидел тем важно за столом не скидывай руку твоя рука важно от этого я подозреваю 7 может быть такой что 7 черный а 6 красный который вписался не туда и 7 хочется бы ушел 6 и после этого он противовес снял 4 или какой черный свою проверку вообще это какое-то странное действие вот это скинутой рука твою для тебя красного 6 голосуют ты чё вот от после этого голосования как будто 710 вместе маф реально 1689 проголосовали в 10 нет так что что не нет подождите если 710 вместе маф это 10 проголосов 6 который вписался в 7 какой-то хаос реально так ладно давайте подумаем кто имел право куда голосовать 3 4 5 10 закрыли в 6 10 просто спасается голосуют 6 ладно 4 проголосовал 66 писался в 43 тоже объяснимая рука 5 говорил что 6 черный у всех было было основание голосовать 89 8 показывала 10 маф проголосовала 9 тоже выставил 10 1 проголосовал в 10 6 проголосовал 10 7 скинул 7 скинул это плохо я не знаю ну просто плохо за любую карту не важно ой блин 6 6 6 голосовал 10 чтобы спастись тоже объяснимо 1 вопрос к первому игроку 1 1 1 1 1 1 1 1 1 сказал что 4 точно шрифт опа а проголосовал в 10 вопрос к первому игроку который знает и саму только что сейчас прям не может быть такое что тихий язык от просто красный попилил чтоб послушать такое может быть он не снял 6 он же сказал 4 точно шериф чё не снял 6 если первый черный не захотел снимать своего черного 6 тогда черный 16 и 64 и 6 вроде как не 7 потому что 7 скинул руку но я не знаю но вообще вообще скинуть руку неправильно за любую карту в любой команде мне кажется 6 делал 7 короче от этого голосования подозрительный 1 я не понял его мотивацию надо услышать объяснение но проблема в том что он может сказать отбрехаться так сказать я пилил и чё ты ему предъявишь но в целом самая подозрительная рука 1 остальных была мотивация голосовать туда куда они голосовали и 7 странное голосование я попилил все не докопаешься чем показал 678 ты думаешь я черный я думаю крис красный а ты чё показал скрин три четыре десять мафы мне нравится мне нравится заворачивай тогда если три четыре десять мафе то писатель надо было поставить руку в 10 ладно не будем уже достаточно про это поговорить вот сейчас сейчас надо говорить не оба шериф проверять меня а надо забивать железные здоровые гвозди в крышку гроба 10 игрока объяснять почему 10 черным почему 6 должен сидеть 10 должен уходить например архи считает 6 7 8 мафы 7 не спас меня не снял 10 если 6 7 8 мафы то седьмой не заголосовал красную 10 6 7 вместе нет голосуйте 10 у вас архи артик оставил лучший ход там был 10 игрока не сильный аргумент потому что там 6 тоже есть но все же девятый со всех сторон получается красный он уже вне команд он говорит уходит 10 закрыли в 10 все надо паковать а не говорить я проверюсь вот 10 сейчас придет какие-то аргументы почему черный 6 уйдет 6 и вот эта речь она как шарик который вот так вот развязали улетит и все не будет проверки 6 я бы начал с фразы игрока 6 никто не проверит том что за такую плохую речь уйдет сейчас а чуть чуть здесь искать почему почему я красная можно сказать надавить на то что 5 его все назвали красным его артик оставил красным 5 сказал 6 точно черный 6 вписался всем после снятия 6 есть продолжение мы можем снять противовес игрока из команды четвертого игрока потому что 6 вписался в 7 поэтому хоть 6 а после того как меня снимут продолжение нет поэтому я сижу меня снимут а дальше 3 в 3 можете проиграть так может говорить 10 блин классно классно быть версии реально не паришься не выбираешь просто придумываешь аргументы либо находишь их и говоришь главное правильно сидел вот я знаю аргументы чё должно шесть говорить что должна 10 говорить кто же вообще без понятия кого голосовать тоже не знаю блин что делать вот куда голосовать ладно послушать 10 решу попался я не просто не могу этого понять кто кто где чего значит смотрите я еще раз вы можете снять меня и дети проверяют 6 при проверке 6 если он черный это вообще так просто будет понимаете я считаю 9 красный 9 говорит 6 не уходит я голосую в 10 время переголосование между игроками что делать что делать так еще раз даю себе чит читерские 30 секунд подумать 3 4 5 10 пока 6 я рассматриваю но у меня алха был 3 4 10 мне это подходит мне подходит что 3 4 10 могут быть черные во-первых во-вторых есть тудой который вроде как красный получается он тоже говорит 3 4 10 и речь 10 на ноль была не очень но за это я его хайд записал свой 6 вписался без аргументов мне тоже 6 не нравится мне тоже 6 не нравится что делать я не знаю они оба подозрительные я в 10 аргументов много нет просто мы лх и мнение девятого игрока и я голосую в 10 6 10 6 кто за то чтобы стол покинул игрок под номером 6 стоп спасибо это 4 опа 10 кто за то чтобы стол покинул игрок под номером 10 спасибо это 5 голосов шарлотта ваша печальная минута ты передумал ты думаешь 6 красный и черная но 5 6 не вместе точно хорошо думаешь 6 красный и черная я скажу почему не хорошо я думаю 6 больше черный я скажу почему я голосовал здесь скажу проверка 6 нормас блин как мы уже стекляться смотрите 1 3 4 при проверке 6 посмотри 1 3 4 тоже не команда они быстро сняли 6 правильно но если допустим черный рассматривает они сразу сняли 6 и сидела бы я и я бы за это считал их больше красный надо проверить 6 вероятно надо если это два красных цвета блин она так говорит к вообще не оставляет противовеса жестко никого не атакует она так рассудительно спокойно пытается что-то сказать что-то объяснить свои мысли блин как будто не по-черному мне это напрягает надо проверить 6 вероятно надо если это два красных цвета там теоретически двойка черных либо третий красный черный там 1 4 5 таки 1 бы голосовал со своим черным 4 6 короче я думаю первый черный блин но 1 не мог в 10 дважды голосовать 1 черный как будто потому что почему 1 черный потому что он не может голосовать в 10 когда есть 6 на голосование 6 вписался в 7 а первый сказал точно шрифт 4 а еще 1 не может говорить точно через шрифт 4 потому что 3 подозрительный для первого был а 3 проверенный красный у 4 тоже странно но это не не сильно он мог передумать они могли помириться 1 3 может быть эта разбежка была в ноле 1 3 4 мафа крыша для меня поздравительный первый какая проверка 8 так сейчас будет но сейчас будет или шарлотта обсуждение блин это плохо это очень плохо надо как-то отмотать так чтоб не спалить роли все кайф на месте 7 я бы проверял 1 на месте 4 да можно 8 проверить 6 тоже вписался 6 7 8 но лучше проверить 6 если 6 проверить красным и например красный 5 9 то они могут задуматься 9 9 это вкусно будет и 5 задуматься на шрифтом а если 6 появится черным то тогда можно руку с 5 заполучить если 5 красный это я рассматриваю с позиции 4 шриф он не знает цвета но мне нету прям жесткой уверенности 5 красный надеюсь 5 красный играем что 5 красный 5 9 красные какая черная команда 6 7 8 1 3 4 или 3 4 10 ну блин 1 подождите а может быть 1 4 10 чё что какой 1 4 10 первых 10 голосов классно да смотреть на типа который закрытыми глазами рассуждают в городе утро убеду чё я маску кстати не показываю никогда у меня маска есть в следующий раз обязательно возьму так чё там это же стиль надо в маске сидеть ночью глаза закрывать дало давай блин чё тут фризис и опа крис шериф так ладно 48 правильно чёрная а может быть и саул если чёрный заподозрил что 8 шерифа попросил 4 5 8 чтобы отдать чёрный а у крис вообще 7 не проверен чёрный а какая проверка 5 какая вот проверки 5 а первый знал что правильный красный 8 ну у меня в голове сейчас обезьянка вот так вот делает ну какой один зачем один а чё 7 то 7 скрылась чё просто так по приколу короче как было мне 8 скрылась прям перед засыпанием ещё в нуле когда она сказала что я думал что у неё 7 проверенный красный поэтому 7 столб покидаю скидывает бублик именно потому что не шрифт очевидно он не шрифт поэтому он бублик тянет это нормально 7 для меня был красный 1 3 4 10 7 6 голосовали для меня 6 из-за этого красный поэтому я тебя спрашиваю нету 1 3 первая красную крис у неё 1 5 красный у неё 3 4 10 можете 6 на продолжение если хочешь я не знаю так 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 давайте быстро посчитаем так крис 1 проверенный красный 5 проверенный красный 1 3 4 1 снял 10 кто может быть мафы 3 4 7 7 она вскрылась мы это не рассматриваем 7 скинул руку все теперь понимаю почему он это сделал нормально в любом случае вся информация которая до этого говорил она была полезна дорогой зритель потому что я ее озвучивал на случай если 7 шериф и тогда непонятно почему 7 вскрылся тогда непонятно почему 7 пилил поэтому в любой другой ситуации если реально игрок шериф и он такие действия делает это странно поэтому все равно ноус наматывайте кстати я статистику посмотрел 75 процентов мужчин 25 процентов женщин девушки здрасьте здравствуйте отдельный вам привет парни вам тоже привет продолжим так ладно седьмого она считает красным 5 прям и красный и мне проект опять не нравится но допустим типа красного искала 3 4 6 ну можно можно снять 6 можно снять 6 или 3 4 7 3 4 7 7 пилил блин 3 4 7 6 здесь два красных это плохо поэтому можно снять 6 6 на продолжение можно снять 6 нормально 8 не проиграет а если 3 4 красные то черные 8 если 1 5 8 если 1 5 8 а такое может быть потому что ну мне мне нравилось все что 8 говорила поэтому я не хочу играть в то что 8 черная но именно рассматривать там какие-то сложные версии 1 5 8 но вообще теоретически может быть 1 5 8 где 5 черный хотел снять красного 6 и в голосовании между 6 10 5 5 специально снял 10 а потом я скажу потом почему я сделал 10 чтобы потом снять 6 и 3 3 было вот вот архи надо обязательно слушать объяснение от 5 чем голосовал блин это реально по фактам если реально 6 10 2 красных то первый снял 10 дважды в нее голосовал хотя непонятно почему 5 снял 10 вообще непонятно почему и тогда они могут так сделать чтобы закрыть на 3 в 3 снять 6 которого все хотят снять на следующий круг его мы я слушаю завещание 9 6 на продолжение если хочешь я не знаю я тоже думаю ну то есть смотрите меня я не понимаю кто черный 168 получается но 16 голосовал не в 10 я говорю что 5 красный проверки 5 не было просто понимаешь типа 7 8 и 6 7 8 только если ну на 5 играю 5 двусторонний пусть решает почему 5 двусторонний ну ладно не окей братан все завещание есть что 5 красный и окей все не паримся снимаем 6 в таком случае 1 7 8 мы рассматриваем я не рассматриваю но нет 6 10 2 красных это сложно все-таки реально если 17 8 черный они переиграли можно проиграть им можно снять 6 блин у меня уже было такое я перед тем как создать канал почему его создал одну в один день много всяких факторов наложилось и мышление чуть-чуть поменялось и решил создать канал и в этот же день один из этих факторов это я сидел смотрел игру также в закрытую пытался понять кто мафы это была вторая игра мясорубки и у меня был лучший ход 7 8 10 в итоге игра перешла в угадайку и одна из версий была 7 8 10 я завязал от восторга подумал я записал тройку это была тройка красных и красный тоже не выиграли и вот сейчас тоже может быть такое что 3 4 10 записал это либо тройка черных либо тройка красных но по завещанию 9 я не думаю что 158 поэтому можно снять 6 архи старый писатель у вас по 2 пола крис крис то у вас по 1 тихо на выходе ему там чё-то спойлернули фух и блин я не проконтролировал себя посмотрел на лицо есть так счастье ничего не понял по реакции поминки тык тык тихо 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 что же вы такие за это нехорошие люди открывает игрок под номером 4 ваша минута вставляю 8 значит и 7 и 8 это вместе мафия для меня и 6 который вписался тоже черный 6 7 8 это команда мафии когда 7 скрылся и не удосужился скрыть игрокам вообще не вижу никаких проблем уходит 6 номер 8 чтобы я 8 не проверял 8 потом перекидываю жизнь хорошо есть аргумент что она скрылась и это подтвердил игрок номер 9 это может быть почему она скрылась и 7 и 9 она не объяснит 3 проверенный красный я объяснил почему проверял по 1 потом нет и показал и была вариант проверка 6 но 6 вписался и была проверка 8 почему мне казалось что 8 на тот момент мафия когда скрылся игрок номер 7 она сказала выставляю 4 а 8 это тот игрок который на красном всегда почти агентировала давайте в сторону проголосуем шриф выпускает сидят в этой игре она почему-то преисполнена сразу готова была в меня голосовать поэтому поэтому мне казалось что 8 мафия 8 это проверенная мафия и они перекидывают 600 7 и 8 дальше 7 сыграл 1 5 6 6 сказал уже на тот круто но это круто сделано все офигенно реально вот история про то как 8 скрылась 7 и при этом у нее нет проект мне нравится я не понимал проверку 7 от 8 0 но то что она ему просто стукнула и он поэтому вскрылся и пилил это нормально что у нее нет пройти 7 это нормально проверка 1 это нормально кстати артика оставил 8 красный он сказал он записал один короче он там записка кого-то подозревал потому что они играли в 8 а для артика именно красный 8 опа завещание сюда да во-первых завещание артика во вторых мне больше нравилось 8 чем 3 какое счастье для родителей на в третьих в третьих в третьих чё там в третьих прикольная история что реально 8 скрылась 77 вскрылся у нее нет проверки 7 была проверка 1 единственная проверка 5 мне не нравится потому что есть господин yesterday который сказал 5 красный там даже перед ночью кто-то ну что-то такое было информация еще раз поступила что 5 9 друг другу красными считают поэтому проверка 5 не знаю чего не проверка 6 параной я 6 голосую потому даже даже кристо озвучил 678 поэтому для меня вообще никаких проблем нет с легкой душой и и и жарким сердцем голосу в 6 детстве о том что я не прятался и у 7 то же самое ну что значит я не прятался сыгрался один попросил проверку будет нормально опрятался вадим я красный в 7 игрока номер 8 10 ушла из моей игры все вставляю 8 игрок под номером 5 ваша минута арки 2 фала вставляю 6 альтернатива будет 6 вот то есть есть какую это вероятно что с ним 6 но потому что там кто это мафия 178 ну вряд ли ты думаешь правильно здесь 8 это что-то это вообще почему должны эту игру выиграть вот поэтому да чуть что ну 8 не голосуется понятно голосуется 6 как альтернатива почему руку поменял потому что я играл крупшериста игры ну типа потенциально для меня два шрифа 4 7 9 для меня красный начитаю шерифом в 7 то есть я ну типа процентов 20 оставляю 1 6 8 кстати опа может быть 1 6 8 1 не голосовал в 6 дважды он в 10 голосовал так ах я давай 4 7 9 для меня красный начитаю шерифом в 7 то есть я ну типа процентов 20 оставляю на то что 7 может быть шерифом 6 10 все были супер не шерифские и 8 упрощила проверку 5 перед этим решающим голосованием я понимаю что я сейчас сниму 6 и умрет 7 и проверю 5 я вообще не понимаю кто в 1 3 10 мне придется гадать а если я сниму сейчас 10 то в целом для меня а4 команды 6 7 8 уже понятная вот и я смогу выбирать ну и типа если умрет 7 то 1 3 4 они тоже уже здесь вот поэтому я снимал 10 просто потому что ну не будет ситуации в которой я не смогу понять какой последний мафия то есть архи для себя примерно складывал команды исходя из проверок он просто 10 снял я тоже голосовал в 10 но мнение у меня следующее что лучше снимать игрока после которого есть какое-то продолжение после снятия игрока номер 6 есть продолжение то что он вписался в 7 недавно смотрел игру на канале twitch back and black and amour и там заур говорил что это слабая игра там какому-то красному что снимать просто потому что игрок вписался но я думаю если игрок подозрительный и он вписался то можно хотя я все равно голосовал в 10 объяснял почему у вас у вас два фала на грани 3 ваша минута это же простая игра если черный 1 7 и 8 тогда я красный уже вписан да подожди если чё да послушай меня если черный 1 7 и 8 тогда я красный да послушай тогда черный если черный 1 7 и 8 и я красный система техфолов в полемике просто огонь реально я не понимал когда ее вводили техфолы насколько это круто а когда стал играть по этой федерации вообще огонь очень круто мне казалось что нет плохо очень да если я не внимательный это косяк 7 и 8 нету правильно значит я красный вписался в правильную версию и сказал красный 5 0 сыграл 1 6 и 7 сказал крышу 5 проверяюсь за 5 и когда они показали проверку 8 ему сказал нет смотри они 8 хотят проверить 6 а 8 уже открылось 9 все черные все черные будут на столе сейчас если проверят 6 6 7 8 и я уже не прятен ты хоть вот сейчас двухсторонний красный да нет я могу узнать он ты двухсторонний красный выставляю 4 4 принято у вас время игрок под номером 6 вы набрали 3 фол вы молчите на следующий круг игрок под номером 7 на 3 шарлотта и тогда тоже эмоционально просел Кристо однако господин старый мне кажется есть версия 1 6 8 единственное ее нету если первый поменял руку и поставил в 6 на втором голосовании но я это не заметил мне казалось он в 10 дважды голосовал если первый поставил в 6 то да 1 6 8 нет но это ничего не дает тогда же первый двусторонний красный и старый к тому что первый может закрыть в 4 просто без альтернативного 3 4 7 кстати может быть так какая команда 3 4 кто только 3 4 10 смотри у нее 1 5 проверенные красные игроки правильно я поиграл по 0 1 5 а ты уже вписался в 3 4 то есть 3 4 6 нет у нее точно шло 10 черный просто по вашей логике по математике 3 4 7 только 3 4 7 ну почему потому что 10 ушла 5 проверенный красный 1 проверенный красный 6 вписался 6 не 3 4 а я будучи черным игроком я будучи черным игроком точно вскроюсь дам 108 проверенные черные вы уйдете под пас девятки я думаю она точно черного сюда 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 на вообще это неожиданно было так смотрите если черная команда 3 4 7 7 нечего не надо это исполнять просто 6 снял спокойно сидишь кайфуешь или он побоялся что тз закроет в 4 да вряд ли если черный 6 7 8 то это неправильно стратегически сейчас уйдет 6 на следующий круг 4 проверят просто 7 или 1 все равно 7 будет под подозрением 5 не снимут потому что 9 дал протекцию 5 это стратегически неверно если 6 7 8 я считаю вот своего цвета у нее только да 6 7 10 либо 3 4 7 только так ну правильно если 6 писался ну да 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 не ну глобально правильно 6 кого снимать 6 6 ты скажешь тебе есть 3 4 7 есть 3 4 2 7 давай какая команда я думаю ты не черного в этой игре у меня по счету 8 черное получается просто понимаешь так стопы так если первый ничего а ладно 3 4 здесь может быть я просто хотел спросить и кто черный с 4 если 1 красный что-то да затупил может я думаю ты не черного а нет другой вопрос что-то плавлю совсем другой вопрос хотел писатель задать если 1 не черный то кто черный с 8 5 не черный потому что ну все мы уже к нему не придем потому что есть 9 6 8 и 10 опа писатель писатель подожди 6 8 10 6 нет 6 8 10 писатель подожди ты считаешь красным 1 5 завещанный красный от 9 6 8 10 нет потому что 6 8 голосовали дважды в 10 писатель писатель ты черный с 8 ты черный с 8 должен быть если не 5 нет ну 5 6 8 тоже нет ну какие 5 6 вместе ну серьезно 5 6 месть не писатель все то ты с позиции писателя писатель должен быть в 8 вместе с 8 а черным он так стратегически не сделает поэтому 7 красный который переживает поэтому 7 8 поэтому 7 красный а если 7 красный то нет черных с 8 потому что ну только 1 6 8 а писатель назвал только что 1 красным все значит только 6 7 8 но 6 7 8 нет потому что 7 я думаю красный и 8 оставил артик красный я думаю пожалуйста пусть будет 3 4 10 пожалуйста я хочу очень сильно у меня по счету 8 черных блин ну мне кажется я нормально объяснил почему 7 должен сейчас понимать что он только мафс 8 6 7 8 ой он не должен призвать все 8 черные просто понимаешь 10 секунд может быть может быть 8 10 6 кто-то такое может быть с 1 8 просто яд от игре красный я просто считаю вот своего цвета а 8 а 8 10 6 кстати вот этот вариант может быть 8 6 10 6 8 10 может быть вариант но тогда мне кажется скорее 6 снимут да нет да 8 с 10 вместе черным да они на 0 так просто разругались 8 я показывал 10 точно черный да она вектор сместит куда угодно не даст первым проверенным красным да это тефтеля тоже какая-то она она снимет 6 под 5 5 скажет 8 шрифт а она сейчас разбомбит отвечаю такое было ты показал я точно черный ты заочно показал 10 красные 2 когда я у него спросила цвета он показал что я черная кто-то под фол крикнул что я динамику даю проверками в этот момент я вскрылась не сразу же когда произошел попил чтобы если я вдруг скрою случайно черным я сразу же да все уже развалило уже мне кажется уже можно не слушать уже развалило просто чтобы было информация о том что я шериф когда 3 выдавливал из меня вскрыть я говорилel если ти шериф тейнт ты шриф тейнт в кассе и я никогда не вскрываюсь не говорю и не откатываю я для этого когда уже меня начинает душить я сразу же это двое свет far у меня был одним проверены красных почему я проверила 1 потому что игрок номер два перед засыпанием попросил проверку 1 и у меня были подозрения в игроком номер 1 и в моменте, в моменте выставляют 4 на голосование в моменте когда происходило голосование ты проверен на красный 1-ую ночь потом 5 проверен на красной Я тебе чуть-чуть подмергнула. Вова, ты видишь, я с тобой общалась. Я проснулась, когда хотели пили все 1-6-10. Я говорю, нет, 1 мы не будем пилить. Мы один не трогаем. И плохой аргумент говорила, почему 1-красный, когда я этого делать не могла. Потому что он проверенный красный. 2 не знаешь, что начали. 7-красный, Саул, кто чёрный? 1-6-8. Забери сейчас в 4, это гарантированно. Спасибо, игрок под номером. 1-10 заказ. Выставляю 4. Ты думаешь, 1-6 чёрный? Я голосу в 4. Мне кажется, 3-4-7, уже 3-4-10. 3-4-7, убили 8. Так, я голосую точно в 6. Мы играем в противовес. Я голосую в 6. Может быть, команда 1-6-8, 4 делает проверку. Он делает проверку. 4 делает проверку. И собирает команду. Если он проверит первого чёрным, то 1-6-8. То тогда мы будем слушать аргументы про то, первый куда голосовал. Голосовал ли он в 8 или в 10. Потому что я... Мне казалось, что первый дважды голосовал в 10. И тогда 1-6-8 есть. Шестой сказал, что первый не голосовал. А, ну если он маф, он может обмануть. Ну да, есть такое. Шестой сказал, что первый второй раз голосовал в 6. Если это правда, то тогда 1-6-8 нет. Если не правда, то 1-6-8 есть. Но у меня уже... Я всё равно уже считаю, что 4 чёрный. 3-4-10-7-8. 3-4-10-7-8. Я простой, я. Вот 8 вообще нет смысла, если она чёрная 7, снимать красноту 7 и делать из нас двух двусторонних проверенных красок. Перед этим скрыт 6-9, который катает в её версию чуть ли не в одну колитику. Считает тебя красным и 4 чёрным. Я 4, не прощаю про реку 8. Вот мы хотели про реку 6. У него 7 скрылся, 8 уже должен быть чёрный. 8, ну мы не рассматриваем, что 7 это чёрный, скрылся с 8 правильной красок, который потенциально может уйти на 9. В который играет 3, в который играет 9, в который играет 10. 100% шрифт 4, проезжает не 8, а 6, для меня лично. Для проеки 8 у 4 не существует. Поэтому выставляю 4, а я голосую в 4. У меня была такая мысль, но реально это можно разбить тем, что 6-й вписался. Но реально. Поэтому для меня это не аргумент, по которому определяться точно, без баланса играть. Это не такой аргумент. Это не прям, он есть. У меня тоже, я не понимал про реку 8, про реку 6 нужна от 4, да. Но реально это можно разбить. Ну, нету в этом аргументе лично для меня такого веса прям, чтобы 4-го на ракете. Спасибо. Спасибо, игрок под номером 3, ESL 2,5-минута. Оставляю 6. Поддержано. Смотрите, Артика стала боя. Ну и 6 голосую все равно. 10 сказал, все, что поняла, 6 красным игроком быть не может. Поэтому уходит 6 противовес игроку под номером 10. 7 сейчас игрок мирный, готов голосовать игрока под номером 6. Команда 3, 4, 7 нет, потому что 7 знает, что 8 шериф, 6, 10 противовес, 2 красных. Умирает игрок под номером 8, есть черный 3, 4, и 7, а шериф 10 это 2 красных игрока. Не понял, что шериф 4, уходишь. Уходишь, если не понял, что шериф это 4. 2 умер, обоих считали красными, и 3, и 4. Поэтому уходишь ты сейчас, пас. Спасибо, у нас все поговорили, если у Старой у вас 3 пола, вы решаете слово на следующий круг. Кристо, Архи у вас по 2, Фалат, писатель 2, Фалат, 6, 2, Фалат, 6, 2, Фалат, 6, 3, решайте на следующий круг. По фактам? Голосование 8, 6, 4 в таком порядке. 8, 6, 4, 8. Так, я на 5 сижу. Чтобы стол покинул игрок под номером 8. Спасибо, 0 голосов. 6, кто за то, чтобы стол покинул игрок под номером 6? Стоп, 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 это 2 голоса. 4, кто за то, чтобы стол покинул игрок под номером 4? Спасибо, это 5 голосов. Видите, допа не получу, если он на шериф. 4, ваше включение. Нет уже 6, 8, 10. 2, К7, типа на красноту, чтобы 3, 4, 6 по очереди с ним? Я мальчик спокойный, я играю в противовес. И возможно это неправильно, возможно это моя точка роста, что если я уже на данный момент определяю, что 8 для меня больше шериф, чтобы не проиграть какой-то космической версии. Но 3, 4, 7 нет. Ну да, 3 объяснил, почему 3, 4, 7 нет. А остальные проверенные красные, поэтому можно снять 6. Думаю, нет ошибки, что снять 6. Ну это сдача на 4. Был бы шерифом, он бы что-нибудь сделал. Блин, давай 3, 4, 10. Ну давай, ради меня переиграйте, если не 3, 4, 10. Блин, а может быть 5-й чёрный? А! Вырезали это. Мы это вырезали. Пятый проверенный красный. Проверка... Фууу... Сколько игроков останется за стром 5? Проверка самого красного должна быть. Третий самый чёрный. 100 под за 5. Проверка 7, действительно, да, всё верно. Проверка 7. Видите, почему она большая круга? Вот прикиньте, она проснётся с седьмым. Мне не нравится, что она жестикулирует. Если она проснётся с седьмым проверенным, чёрт. Да не... Чё? А 4 назначил стрел 8, так-то, если что. А, ну если 3, 4, 10, то тогда он может делать ерунду всякую. Сторелять куда хочет. Скоро где утро. Промах. Промах? За 3, 4, 5, 6. Кстати, забавно. Тихий закат, проверенный красной 8, на круг предивзирования сказал, что шериф точно 4. А, тогда он сравнивал 4,7. Всё, отмена. Я хотел сказать, что тихий закат почти вписался в версию, а на следующий круг голосовал этого шерифа. Но уже это не так актуально. Уважаемые игроки, пополам, Лисаул, у вас 3 фала, старый, у вас 3 фала, вы молчите на это. Надо всё вспомнить. Все действия седьмого игрока начинают со вскрытия и подумать, делал бы он так чёрным или нет. Но уже всё, уже проиграно. Уже в версию 8 играю. Очень надо будет постараться, чтобы не играть в версию 8. Шестой играет в версию 8. Первый скорее играет в версию 8. Ну, первый подумает, но шестой прям вписался. Кто чёрные? 3, 4, 7. И вот надо подумать. 3, 4, 7. Блин, 6, 10, два красных, серьёзно? Блин, ЛХ точно не полный лучший ход. Блин, обидно. Чё ты сказал? 6, 8, 10. Так, выставляю 7. Это 7. Ты можешь как-то объяснить, почему на большой круг, короче, я за минуту. Ну, вообще, можно, если 3, 4, 7, то можно сейчас убить в 8 было. И угадай-ка 3, 6. Ну, понятно, что третий теряет очки красноты с каждой секундой в этой игре. Но он надеется на то, что Архия упорится и заголосует 6, если 3, 4, 7. Ну, я без оскорблений, что Архия продолжит играть в красного 6, если реально 5, 6 вместе красный, 3, 4, 7 чёрный. Ну, чё, сейчас должны люди переиграть, что ли, и заголосить 8? Ну, это сложно. Если вдруг это... Не, если 8 чёрных, это круто, конечно. 7. Это 7. Ты можешь как-то объяснить, почему на большой круг, короче, я за минуту на твоей речи, короче, объяснил, что, ну, понятно, почему 1,8 имеет руки чёрных. Ты два раза, короче, решил проораться, чтобы объяснить мне, почему 1,8 имеет руки чёрных. Кстати, да, реально. Вот сейчас уже речь 7-го обретает смысл. Ну, вот я же всё объяснил, что он по счёту получался чёрным. Вместе с 8, и он не мог такую речь сказать, какая-то была странная речь. Да, 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 всё, 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 там в совокупности речь 7 и речь 4, то, что 4 назначил отстрел 8, и то, что 8 красный артик оставил красный, и то, что 8, всё, что сделала, было по-ширийски, классная история, куча вскрытий. Всё, версию 8 шпилем до победного. Короче, объяснил, что, ну, понятно, почему 1,8 имеет руки чёрных. Ты два раза, короче, решил проораться, чтобы объяснить мне, почему 1,8 имеет руки чёрных. Ну, я только что это сказал, и говорю, тебе не надо этого говорить. А, это он шестом говорит. Это вообще он другой говорит. Ну, ладно, не важно, я с умностью сказал. Вот, так. Кстати, если, вот, по поводу мотивации, если 8 чёрная, а да, она даст 7 красным, 3,6 по очереди уйдут. Ну, да? Ну, уйдёт 3. На столице 1 идёт 6. Ну, да? Ну, это вроде проще, чем дать 7 чёрным. Мотивации давать 7 чёрным нет особо, мне кажется. Мы, по антилогике, не играем, да? Сильный стол, все дела. Очень много игр было. Ну, понятно, что мы всё понимаем, зачем нужно вскрываться. Вот, давайте как будто вскрываться тем, кто сделает что-то правильно. Вот, ну, то есть, ну, 7-то чёрный, да, но если бы 7 был мир, да? Ё-моё, прикиньте, реально 3, 4, 7, 6, 10 по очереди бы ушли. И я бы прогрессовал, вот, думая, что 4 чёрный. Блин, короче, надо досмотреть игру и сделать выводы. И, походу, я прям жёстко мог ошибиться. От того, что от вскрытия 7, вот, я мог, вот, представь на секунду, что Mafia 1-3-4, там, да, или 3-4-10, допустим, да. От вскрытия 7, я спокойно мог снять 6, вообще, ну, потому что для меня 7, то есть 1000% не шрифт. Всё, что он сделал, вот, то, как он тебя прикрыл, это под уход какого-то красного из контрверсии, вот. Просто, просто, потому что 9 что-то знал, и... Время. Игрок под номером 6, старый 3 фола, кандидатура пас. Пас. Игрок под номером 7, писатель 2 фола минута. 4, 6, 7. Выставляю игрока номер 8. 4, 6, 7. 6-ой вписался в 7 без аргументов, чтобы снять до, на 4 и ехать. Какая-то. Под номером 7, писатель 2 фола. А чё они 8 не странили? Ну ладно, всё, играю версию 8. Минута. Выставляю игрока номер 8. По вашей версии, чёрная команда 4, 7 и кто-то ещё, четвёртый даёт отстрел 8 игрока, и мы промазали. Плюс, смотрите, я просто, ну, для вас. Аргумент вообще ничего. Ну, захотел, промазал. Захотел, сделал промах. Четвёртый даёт отстрел 8 игрока, и мы промазали. Плюс, смотрите, я просто, ну, для вас. Ну, если четвёртый чёрный, это точно будет отстрел куда-нибудь в сторону. Какие-то будут маяки. Ни в коем случае не 8, потому что в этом случае версия закрывается. Я, будучи чёрным игроком, по вашей версии с четвёртым, с кем-нибудь ещё, вскроюсь сразу, что я шрифт 8 проверенное чёрное. 8 идёт. Угрока номер 8, у неё, когда вы красные пироги, по-моему, первый, пятый, первый не знает, что он проверенный красный. Первый этого не знает. То есть она в этой игре якобы шериф, якобы у неё первый проверенный красный, она ему весь круг не маякует. Она ему не маякует первому игроку. И потом вы это всё кушаете. Выставляю 8. 8-10 вместе чёрное. Мотивация седьмому орать так на прошлый круг, что восьмая чёрная. Только если он чёрный, он знает, что он в какой-то момент будет проверенный чёрным. И от этого... Ну, я просто играю в версию 8, всё, я играю в версию 8. Я думаю, зачем седьмой так орал на прошлый круг? Если 6-10, два красных, он не будет орать, он просто 6 снимет спокойно. Ну, или будет думать, что они снимут 6, и всё хорошо. И 3 в 3. Он так орал, потому что понимал, что в 6-10 есть маф, которого снимут. И потом, когда проверится 3 красным, будут... Ооо, только 1-5-2 проверенных красных. Блин, седьмой так порал, как будто 4-6-7 или 4-7-10. Короче, от того, что третий-седьмой так сильно орал на прошлый круг, как будто 3 красный получается. Третья получается красный, потому что вместе голосуют, и кто-то чёрный есть между 1-5-6, который туда отписался. Я не могу говорить более эмоционально, более ярко. Я в этой игре игру красный, выставляю 8. Сыграйте нормальную игру. Писатель проголосовал, первый раз скинул руку, второй раз, если я не путаю, проголосовал в 10. Но он мог в свою чёрную закрыть. На чё они 8 и остальные минуты. Непонятно. Ну ладно. Время. Короче, я думаю, 7 чёрных. Это очень даже нормальная игра для красных игроков. Выставляю 7 на голосование. Ну, очевидно, я тебе показывала, почему я не вскрылась игроку номер один. Потому что на тот момент, знаю о вскрытии моём игроке 7 и 9, которым я вскрылась, потому что все меня играли. Я это уже объяснила. Проверила игрока номер один. Я боюсь вскрыться первому, потому что на тот момент есть какое-то вскрытие в 3 и 4. 7 уже потянул жетон, начал вскрываться. 9 знает, что я шериф. И при этом всём, если я буду ещё и подмигивать первому, то это же что тут он может усвоить? Он может меня вскрыть, а я же ещё прячусь. Вот, я просто не хотела 6 снимать. Он так на тебя говорил. Ты чё не понимаешь? Ты рыпыры. И в ноль мне его речь больше понравилась. Но я просто не хотела говорить какие-то цвета, потому что я действительно ничего не понимала. Мне надо было послушать. Единственное, что мне казалось, это был больше красных 2, но я всё равно была не уверена. Я только из-за того, что я думала больше красных 2, по нему один проверила, потому что мне казалось, что он уже понял, что я шериф, и поэтому мне уже проверку один показал. А тебя подозрел, потому что я рассматривала чуть-чуть, 3-4-5, чуть-чуть рассматривала. Ты так с этими 3-4 плохо сыграл. Мне вообще не нравилось. Из-за этого я уже по себе просто пошла. Спасибо, тихий закат вашему. Я выставляю 7. Нет, Крис, это неправильно. Вот я проверенный красный, я не знаю, что ты шериф, я тебя скрывать не буду. Но я сижу без информации, и я шериф совсем не рассматриваю. Для меня шериф, который сказал в ноль, когда я сказал, пусть чёрный... Так, это мудрая мысль, запомнили её. Тезе и архе... Её амбассадоры, мы её принимаем. Когда вы шериф, если вы даже прячетесь, свои красные пророки дайте знать. А иначе может произойти то, что произошло в этой игре. Тезе печатал седьмого. Тезе вписался в версию Дона. Это было из-за того, что он не знал, что он проверенный красный, что шериф на самом деле 8. Записали, запомнили. Кстати, жест запомнить в мафии вот такой положил в кармашек. Промахнуться, ну там победы красным, потому что у меня ужасная была речь. Влил в меня. Я в прошли с Танеград. Ты собрала руки в 10. Вот представь, ты умираешь, ты же у меня спросила, какого цвета 5. Я тебе показал, 5 красный. Ты проверила меня, проверила 5, какого она была за красным. Ты после этого, ты собрала в 10, ты умираешь. Вот с этих пор 7 будет мирным жителем, а 6 играет под шериф. Да, а 6 играет под шериф. И все, и 7 выиграл. Поэтому скрываться надо проверенным красным. Тем более, когда 2 меня печатают. Какая-то мудрая мысль была. Влил в меня. Я в прошли с Танеград. Ты собрала руки в 10. Вот представь, ты умираешь, ты же у меня спросила, какого цвета 5. Я тебе показал, 5 красный. Ты проверила меня, проверила 5. Какого она была за красным. Ты собрала в 10, ты умираешь. Вот с этих пор 7 будет мирным жителем, а 6 играет под шериф. Да, а 6 играет под шериф. И все, и 7 выиграл. Поэтому скрываться надо проверенным красным. Тем более, когда 2 меня печатают. Проверила 5. Проверила 5 плохая. Проверила 5 красный, а 9, сказали 5 красный. Проверила 5 плохая. Игрок по номерам 3, ЕСАУ. 3 пола, кандидатура плач. 8 поддержано. У нас все поговорили. Что? Крис, Саул, у вас по 3 пола. Архия, писатель, 2 пола. Крис, 1 пол. 7, 8. В таком порядке пройдет голосование. 7, 8. 7. Кто за то, чтобы столкнула на игрок под номером 7? Стоп, спасибо, это 4 голоса. 8. Кто за то, чтобы столкнула на игрок под номером 8? Спасибо, это 2 голоса. Игрок под номером 7. Ваша прощальная минута. Ладно, я двусторонний пас. Спасибо, провожаем аплодисментами. В городе наступает ночь. Я двусторонний пас. Ну, мотивация так говорит, только если ты с 4. Да все, никто уже не играет. Так, ну, блин, такое есть желание, прям, вот, продолжить с открытыми ролями смотреть? Нет, надо выдержку определенно иметь. Продолжу смотреть с закрытыми. Интересно же, мало ли что произойдет. Может, какая-нибудь интересность. Утро, убит был игрок. Под номером 1. Ваша прощальная минута. А помнишь, кого я просил на проверку на своей фотософии? Я попросил проверить 3, потому что 3 думаешь, что он мне не поверил. Когда я пожелал промахнуться черным, не должен думать, что 2 краса за то, что бы хотел, чтобы я был краса ночью. Офигеть. 3, 4, 7. Я бы снял 6. Хорошо, хорошо, что эта игра произошла, сидя на диванчике, а не на турнире. Делаем вывод. Итак, давайте. Наконец-то это пришло. Я просто ждал. Я ждал момента, вот, когда я вот так могу обгадиться. Играю аккуратно. Хотя думаю, что 4 черный. Итак, если круг при семерых, ты думаешь, что 4 черный, прям почти уверен уже, играешь версию 8, на следующий круг ты все равно сыграешь версию 8. Нет смысла играть в противовесы и снимать 6, потому что может произойти, ты глобально определился, но какой-то маф может затесаться. И может произойти так, что черный 3, 4, 7. Я снял 6, это 3 в 3. Обидно. Обиднейший 3 в 3, когда все думают, что больше черный 4. Поэтому надо определяться уже на этот круг. Запомнили. Понравился я мог быть в любой комбинациях. И 2 может быть со мной легко черного. Не нужно пока снять 2 по этому аргументу. Потом просил на бояку 3 и 3 черных. Передаю привет всем, кто сыграл 2, 3, 4, 5 и 6, ребята. Я реально сказал нормально, речь на 1. Со мной почти никто не сыграл. В этих играх, вот кроме старого, когда он красный, иногда арки, поддержки нет ни от кого. Но хватит бояться мне проиграть, когда я черный. Я нормально красной речи говорил. Играл в черных все игра. Все, поздравляю красных с победой. Да, 3, 4, 7. Черная команда. Все. Все равно попилить двоих, все равно поднять. Мало ли что, на всякий случай. Это не страшно. Не страшно выглядеть глупо. Или там чуть-чуть не показать стальные нервы. Просто на победку двоих попилили, подняли, все. Старый молодец, правильно писался. А ты его хотел забрать на 9, видишь ли? Мне кажется, что прям... Я поэтому тебе согласую, куда голосую. Здесь осторожность неплохо. На круг при семерых осторожность была плохо, а сейчас уже неплохо. 9, что 10 красная, но я не хотел ее голосовать. Дай про, что ее может быть нужно заголосовать. Но я уверен, что 10 красная. У вас время. Провожаем аплодисментами игрока под номером 1. Провожаем по игре. Насколько сильный стол для тебя, ты считаешь? Интересно ли тебе? Не, ну, в рамках... Покрасилась? Да не, не успела бы. Да, там в рамках, что может было собрать в рамках формата, да. Хотя... Понятно, что это токовый стол. Может быть, интерактива не хватает, а так в целом... Ну, конечно, из-за того, что может было собрать собрать. Да, интерактива в каком плане? Ты что имел в виду, или кого имел в виду? Чтобы было собрать в рамках формата, да. Понятно, что это токовый стол. Может быть, интерактива не хватает, а так в целом... И на 100% непонятно, что имел в виду ты же. ...самых крутых, самых мощных тяжеловесов. Минска. Или ты имеешь... Ну, Минска, америка, да. Комфортно ли тебе с таким столом? Ну, не очень пока. Из-за того, что давят душу? Да, ну, просто... Они ошибаются очень много сами в своих игроках. Хотя, вроде как, типа не ошибаются, профессионируют. Я всегда в каком-то зазоре. Что бы я ни сказал, куда бы я ни играл. То есть, наверное, в сезон мне уже скучно даже, но... Интересно, интерактив найдет старого на Новый Красном или нет? Да, я не знаю. Приходится впитывать, проверить. Ну, как сейчас. Я спитал муравейку, снял чёрных всех. Стал двусторонним, выголил. Ну что, ребята. Вот у нас и подъехала красная победа. Вот. Забавно, если кто-то удалится и не будет. Я напоминаю, игроки 3-6, у вас по 3 фаллау, вы говорите на этот круг. Игрок по номерам 5, у вас 2 фалла, игрок по номерам 8-1. Наш игровой день открывает игрок по номерам 6 старой минуты. Вроде, более-менее разобрался, 8 больше шрифт, записал двойку в ЛХ, а проиграл бы 3 в 3. Потенциально. Значит, недостаточно играть, находить цвета на 0, записывать ЛХ, надо на каждом этапе игры на максимум играть. Тоже записали, запомнили. Тут твой цвет вообще спрятал, я тебе нашел, еще я по ней игровую. Непрасно было. Потом тебе скажу. И из-за этого нашел цвет 9. Нет, там ничего, удаления нету за это никакого вообще. И из-за этого нашел цвет 9, когда он с тобой сыграл, думаю, а ты из 4 играет, мне 4. Вот все, что он сказал, для меня это вообще какое-то, вот как сдача, блэнг. В один момент чуть не подгорел, думаю, если уйду в девятке, 100 проц, скажу, вот 5 из 100 проц красный, я в жесточайшем балансе с 5. У вас, вы, у меня игрок, по номерам 8, Крис, ваша нота. Гуляют 3 на голосование. Да блин, единственное, что у меня было, это возможно, вот то, что я говорю, что два... Встать и сделать. Круто. Слушай, красный, я тебя сильно подозревала, мне казалось, что 4 вообще не такая речь хорошая, как... Поэтому я и растерялась, я вообще не понимала, с кем мне играть. Мне вроде и один был подозрительный, и потом 2 попросил на брелку 1, потом, когда шеф поговорил на 9, я думала, 6 очень красный. Тебя, плюс я подозревала за то, что ты цвет 10 показал красный, мне вообще не показалось, что 10 красный. Ну, ле ты показал, еще и меня показал черный, все меня показали черный. Думаю, ё-моё, что мне делать? Ну и понятно, уже когда умирает 9, понятно, что черный 7. Но это понятно, почему, для меня было понятно, потому что даже если черный, если игрок номер 7, почему игроки... Вообще нет, вообще нет. Там 6 собирались голосовать. Игроки 3-4 не стреляют 7, а даже если 7 проверены не шрифт, они будут стрелять 8, потому что вскрытие среди 7-8. Так если... Так а если 3-4-10? Из-за этого они уже пытаются убить кого-то в сторону, потенциально 9, чтобы вывести на 3-3 твоей рукой снять 6. Выставляю 3. Из-за этого я уже подозревалась, я на тот момент я хотела проверить 6, но вы у меня 2 попросили, я такая, лучше я к вам сделаю, чем к вам. Спасибо, игрок под номером 3, Исаул 3, фала ваша минута. У нас в это верит реально. На 4-массе я думаю, 8 выбираем, но я вообще в шоке, что 8 убил. У меня было понимание, что 8 это шрифт. Бей 8, Крис, если ты слушаешь. Убей 8, ты что делаешь? Уставляю 8. Давайте сейчас убьем 8. Старый, кто мафия? Ну понятно, сейчас уже третий сдался, поэтому можно 3 голосовать. А ты что думаешь, старый? Спокойно. Давай пообщаемся с тобой. 3-4-10? 6-6 здесь в девятке сняли, вообще как с убийством, 8. Блин, он все время динамику в деле дал, а ты вообще так плохо. Вот он думал, что 9 шрифт, я понимаю, почему не 8. Какие мои версии, какие мои версии, блин, Крис, ты что? Да, Сул показывал. 8, привет. Не просто так. 10, кто мафия, старый? Старый, кто мафия? Ты же любишь качать, давай попищем вместе. Внешне, в одно горло. Мя, спасибо игроку, номером 5, ваша минута Архидорфа. Ну круто, круто. Структу мафия, как сказал 7, я тут второй. И все. Ну ладно. Так, короче, какую... Смотри, Настя, очень странное рассуждение. Если мафия 3-4-10, почему они должны убивать 7, как Шинифа? Ну, они просто будут, конечно, играть 2 версии. Они просто играют убийство 9, потому что они играют 2 версии, а не потому что там 7 черный или 7 не черный. Это вообще не имеет никакого значения. Ты говоришь все свои рассуждения, а не с твоего цвета, с того, что ты знаешь, что ты шериф, что 4 черный. И поэтому, конечно, для тебя 6 игрок красный. Это понятно. Это информация... Выставить? Выставляю 3. Поддерживаю. Выставляю 6. Пошел на поводу у черного игрока. Потерял 0,25. Так, короче, я не вспомнил. Как-то по мне шерифом был на 2, Настя была на 1, и я ей вышел точно красный. На 4 сидел тоже игрок, который я вышел точно красным. И Настя вскрылась на попиле. Типа прикрывая меня, чтобы ее потенциально убили. Вот этот красный, который у меня вскрылся, я сломал в нее, потому что считал меня точно шерифом. Вот. Это просто так че. Это про вот эти все истории, короче, что мы могли сделать игроки, которые вы вскрылись. Мят, спасибо. У нас все поговорили. Старый, Исаул, у вас по 3 фала. На голосование выставлены игроки. 3, 8, 6. В таком порядке. 3, 8, 6. 3. Кто за то, чтобы стол покинал игрок под номером 3? Спасибо, это 3 голоса. 8. Кто за то, чтобы стол покинал игрок под номером 8? 6. Кто за то, чтобы стол покинал игрок под номером 8? Куда-то уплыла рыбка наша, молодая. Ну блин, старый поезд. Так, неплохо. Там у меня по статистике ПЛХ уже 2 двойки есть за 6 игр. Сколько там? 33% и 3, 3, 3, 3, 3, 3. Да? Ну. А, я в одной игре еще не записывал ЛХ. В третьей игре я не записал ЛХ, не подумал об этом. В самом первом разборе. Но я там подозревал 7-8. Какой ЛХ записал бы? 3 точно бы не оставил там. 7-8 может быть, но не могу сказать. Короче, у меня 2 двойки из 5 получается. Сердечку черный, да? Ну хоть не по обороте, как обычно. Но игру проиграл бы. Сердечку лучше. Ты че, залегся, да, передумал? Обидно было бы очень. Было бы очень обидно так игру проиграть снять 6 и на 3-3 залить. Я все думаю, что 8 шире и больше. Че, передумал, бля. Кристо, 8. Спасибо, мы провожаем аплодисменты. Какой 7? Кристо, 8. Ну все, в принципе. Даже че-то искать, обсуждать не хочется. Да, мафом стрельнуть 8. Кристо, Жадон, я не знаю, кого он проверял, не проверял, неважно. Мафа стреляет 8. 7-й едет. Мирные, молодцы, что сняли. 4, а не 6. Это круто. Проверки 5 не должно быть, потому что 9-й крышевал почти 5, и 1-й показал 5 красный, и 6-й сказал 5 красный. Поэтому проверки 5 не должно быть. Хотя, посмотрю, вот сейчас я подумаю, какая проверка может быть у 8. 6, если она проверит красным, а Кристо, например, даст 6 черным, то это тоже как-то странно и получится, и подозрительно. Кого она проверить может? Остаются только 3, 5, 7, где 3-й вписался. 7. Ну, получается, да, проверка 7 самая лучшая, божественная проверка 7. А если она найдет его красным на этот момент, то все подумают, что... Ну, да, нету какой-то проверки, за которой не прилетит. За 5 вот может прилететь, от меня прилетело, там никто особо не возражал против... А, ну, тихий закат чуть-чуть противился проверке 5. Проверка 6, с 6 дойдут черному, это будет очень странно выглядеть. Проверка 7, и если 7 красная кажется, то тоже будет странно выглядеть. Поэтому нету от меня прям жестких претензий по проверке 5. Даже не знаю, какая проверка была бы лучше. Ну, идеально 7, да, конечно же, идеальная проверка 7 или 6. Ну, 6, 6, 6 же может быть черным. Можно проверить 6, найти черным, 5-й голосует 6. Можно найти 6, проверить красным, 5-й задумается, 9-й скажет, ты шериф, точно. Наверное, 6, наверное, 6. Ну да, 5 не надо проверять, надо доверять коллегам своим. И Артик молодец, составил 8 красный. И мы молодцы, что это запомнили. Прикольная игра. Самый главный совет, который мы вынесли, это... На критический круг потенциально не играть на потенциальное продолжение, если уже определился с версией, и дальше будешь играть в эту версию, потому что можно глупо проиграть в какой-то команде левой. И для мафов лучше шериф-мертвый шериф. Всем спасибо за просмотр. Обязательно будут следующие разборы. Поэтому, чтобы не пропустить, подпишитесь. И пишите свое ЛХ. Все, всем пока. Надо еще что-то сказать. Пауза затянулась. Я желаю счастья вам. И вот сердечко. Пока.